Итак, друзья, всем привет и добро пожаловать во второй разбор работ моих студентов. Те, кто не видели первую часть, обязательно проходим по ссылочке. Вот сейчас она выйдет в подсказочке. Там у нас первая часть. Обязательно посмотрите. Для тех, кто вообще не в курсе, что это такое, хочу сразу сказать. То, что вот у нас есть закрытая группа в Telegram, в которой находятся мои студенты. И я постоянно устраиваю там движуху, у нас постоянно фотоигры, у нас постоянно какие-нибудь тематические задания, ну и так далее. Я всегда им даю какую-нибудь фотоигру, какое-нибудь задание и даю дедлайн. И за это время они должны что-нибудь такое сфотографировать, а после этого я все дело комментирую, хотел сказать, конвертирую. И если раньше у нас это было все именно в закрытой группе, только в Telegram, именно в аудиоформате, то сейчас я решил это делать все в видеоформате, потому что тем более у нас есть канал в YouTube. Вот, и я думаю, это будет полезно как и моим студентам, так и тем, кто у меня не учится. Чтобы, как говорится, учитесь на чужих ошибках. Плюс заведомо забегая вперед, сразу скажу то, что совсем скоро и вы сможете участвовать. Это для тех, кто у меня никогда не учился. И, соответственно, кто хочет выслать свою работу, тоже это скоро будет. Я условия, скоро я их обозначу. Обязательно нажимаем лайк, подписка, колокольчик. Это для того, чтобы не пропустить как раз тот самый момент, когда я объявлю, что можно принимать с работы. Точнее, то, что можно высылать ко мне работы. Вот, но я и не буду затягивать. Давайте приступим. Тема наша сегодня, ту, которую я разбираю, это была портрет. Неважно, на улице, в студии, неважно, то есть, никакой тематики определенной не было. Просто было портрет. Тематики я имею в виду, у нас будут отдельные задания, где я буду говорить, снимаем портрет. Портрет в светлом ключе, либо в темном, либо на улице, ну и так далее. Сегодня просто мы разбираем портрет. То есть, ну, сегодня я разбираю портрет. Значит, у меня здесь 42 работы. На каждую работу я буду выделять, буду стараться выделять хотя бы по минуте 3. Ну, понятное дело, что где-то я буду задерживаться, где-то я буду что-то больше объяснять. Ну, я думаю, уже и так понятно будет. Даже если по 3 минуты я буду говорить на каждую работу, умножаем это на 42, и, понятное дело, сколько у нас будет идти, получается, в данный эфир. Не будем затягивать, и давайте приступим. Значит, первый наш участник. Он снимал на камеру Nikon D7200, диафрагма 9, значит, выдержка 1160, ISO 100. Да, и забыл, что-то я вначале сказать. Я думаю, вы и так заметили, что сегодня нету моего лица, точнее, изображения. В первую очередь я это сделал для того, чтобы немножко разгрузить свой ноутбук, чтобы он не шумел. Я сейчас просто это тестирую, смотрю. И если будет норм, то пока что буду записывать так. Потому что на прошлом эфире я немножко замучился в плане звука. Очень все это дело шумело, а сейчас вроде бы как бы не так сильно шумит. Ну и плюс я записываю не через петличку, а уже через рекордер напрямую. Ну да ладно, давайте приступим уже к разбору. И вот как только я начал все это дело разбирать, как начали срочно стучать соседи, гавкать собаки, ах, это не избежать. Ну да ладно, если вдруг будет слышно это все на фоне меня, уж сорян. Итак, первая наша работа. Во-первых, я сразу вижу, что вы это сняли с пересветом, а потом это затемнели. То есть сразу вот это все очень-очень палевно, потому что вот это само по себе самые такие вот яркие участки. То есть вот они. Но почему они выглядят какими-то тусклыми? То есть это как? Яркий участок, видно, что он такой идет к пересвету, но при этом он тусклый. Потом, что я также вижу? Я вижу элементарно, даже если все было бы ок, вот этот вот блик, вот этот вот, он менее яркий, чем этот. То есть эти же вещи нужно же замечать. Изначально, если посмотреть, вот допустим, я сейчас подниму яркость, вот слегка. Да вот, вот так лицо у модели, оно выглядит как-то поживее, что ли, чем вот так вот вы сделали. То есть вот так изначально было. Я не знаю, зачем вы опустили вот эту вот яркость, когда здесь было нормально. Конечно, если у вас было вот так, то это побольше к вам вопросов, а если тем более вот так. Но опять-таки, мне очень интересно посмотреть на снимок, вот этот вот сырой. Обязательно скиньте мне его в группу. Давайте я сейчас немножко, чуть-чуть вот так вот порядочек приведу. Вот это все перекрою. И подниму именно яркость здесь. То есть вот более-менее. То есть вот у вас что было по яркости. Я вижу, что вы ее перекрутили. Теперь сразу бросается, знаете, что в глаза? Во-первых, дайте я посмотрю, что у вас там с вашим фоном. Так, вот ваш фон. Вот здесь очень как-то фейково. Вот эта часть выглядит то, что как будто вы затемняли фон. То есть вот прям это вот так вот смотрится. Если здесь по-натуральному уходит, то есть вот в темноту вот так вот уходит, то вот с этой стороны этого нет. И получается то, что такое ощущение, что вы это затемняли. Плюс вы задели это дело вот здесь, то есть вот затемнение. И как будто бы и вот здесь. Даже такое складывается ощущение, что вы тени их вытаскивали. Поэтому здесь касательно фотографии снято с пересветом. А во-вторых, вы как-то немножко криво обработали. Поэтому моя рекомендация. Во-первых, скиньте мне вот этот снимок сырым в группу, для того, чтобы мы могли посмотреть, насколько вы там, ну, нахимичили. А во-вторых, вот именно рекомендация. Позовите эту модель и еще раз сфотографируйте. Сфотографируйте. Сфотографируйте только нормально. А еще знаете, что вот бросается в глаза? Вот это вот. То есть она у меня даже как будто бы желтее. Да, я понимаю, это тень. Но смотрите, как кидается в глаза. То есть как будто вот грязно. Ясно, да? То есть вот эти моменты учитывайте. Значит, вкратце. Мне не нравится то, что здесь пересветы. Вы затемнели. Мне не нравится, что как будто вы ее затемняли. Мне не нравится вот эта часть. И мне не нравится то, что, ну, вот то, что вы затемняли, это попадает все вот сюда. И также важно, мне нужно, чтобы вы следили, насколько блики правильно смотрятся. Ну, что значит правильно смотрится? Он гораздо темнее, вот этот гораздо светлее. Выравнивайте их. И тогда будет все ок. Поэтому рекомендации получили. Прорабатываем. Следующий наш участник, значит, камера 90D. Поздравляю вас с покупкой этой замечательной камеры. Значит, объектив у нас Sigma 1750. Было снято на 50 миллиметров. Диафрагма 8. Выдержка 1.200. ISO 100. Ну, давайте поглядим. Такс. Ну, что я вам тут скажу? Во-первых, я не знаю, как вы, но я, допустим, вижу здесь фон. То есть вот он. Что вам мешало отодвинуть в данном случае модель? Не буду говорить, кого? И не буду говорить, как? Что вам стоило отойти от фона подальше? Вот я не пойму. То есть вот вы, если снимали вот эту фотографию. То есть отойдите от фона подальше. Уведите модель от фона подальше, чтобы вот это не попадало. То есть вот это, еще раз говорю, я это сейчас сразу вижу. Просто, понятное дело, у каждого свой монитор, и каждый это видит. Но вы принудительно создавайте кривые, и, соответственно, поднимите их и посмотрите. И тогда сразу будет понятно. Теперь, вот если смотреть на фотографию творчески, ну да, прикольно, все классно, но вот если бы я бы это снимал, я бы свет бы поставил чуть-чуть по-другому. Здесь получается, понимаете, вот если смотреть здесь, ну вот с этой стороны поэту немножко плоско выглядит. И здесь как-то слишком, вроде бы и объем есть. То есть вот светлый участок, темный участок, опять светлый. Ну здесь само по себе темное, светлое. То есть да, окей. А если бы вы поставили бы свет выше, точнее прям вот бабочкой, и снимали бы со стрепом, то вышло бы гораздо даже поинтересней. Конечно, да, я сейчас могу это все проработать, и оно будет выглядеть интереснее. То есть смотрите, я сейчас вот возьму, и вот это дело вот так вот затемню. То есть вот. Даже вот так. Ну, примерно. Да, вот, вот и вот. И вот смотрите, сейчас получается, что картинка, она здесь более выглядит как-то пообъемнее и поинтереснее. Сейчас объясню, почему. Так, я ее в новый слой и вот давайте сравним. Видите? Почему? Потому что она смотрит из темноты. Здесь само по себе необычный образ. Сам по себе необычный. Но, допустим, вот так вот плоско. Здесь же я добавляю объем. И, соответственно, смотрится как-то получше. Конечно, я бы немножко избавился бы от воздуха над головой. Чуть-чуть. Вот просто капельку. Вот. И сделал бы вот так. Хотя, нет, немножко бы я бы... Ну, здесь сейчас не хочу тратить время. Я бы немножко просто поуменьшил воздух над головой. И вот так вот гораздо, как по мне, оно смотрится поинтереснее. То есть из темноты что-то такое, ну, необычный такой образ вышел и смотрит. Конечно, сейчас говорить переснимите. Я сейчас говорить это не буду. Во-первых, потому что, ну, я понимаю, сколько занимает вот этот вот мейк. Сколько это мозгокрутств. Вот. Здесь можно переработать. Именно переретушировать и обратить внимание, насколько просто я это легко сделал. Второй момент. Вот я вот сейчас смотрю. Угу. Кто-то вы тут немножко так, немножко нахимичили, что у нас получается здесь грязь. То есть, ну вот. Теперь вопрос. А почему вы не убрали элементарно вот эти вот капилляры? Они плюс у вас еще и обесцвечены. У вас еще глаза были красные в этот момент. Вы это обесцвечивали. То есть вот. Я бы это бы убрал бы. И вот оно, видите? Черно-белое. Мы глазки по-другому прорабатываем. Не переводите в ЧБ. Это же стрёмно, когда в ЧБ переводишь. Так. И шум вот такой. не добавляйте. Поэтому. Здесь рекомендация пересделать по ретуши. Переснимать не надо, потому что, ну, можно дотянуть. Но на будущее, когда вы будете всякое такое снимать, немножко меняйте, как у вас световые насадки. В общем, не застревайте на каком-то, ну, там, софтбоксе. Я знаю, что у вас есть выбор. вот, среди этого. И вот так вот. И еще я бы вот это убрал бы. Что-то оно тут вообще не к месту. Это как-то странно. Если бы оно на лбу было бы, было бы что-то, да, как-то понятно. Но я уверен, вы же вот это оставили не потому, что у вас вот здесь вот есть вот эти точки. Еще скажите, да, это вот композиционная у нас вот треугольник наш. Вот. Поэтому работа в целом прикольная. Просто ее переделайте. И не забудьте, как всегда, скинуть. Следующий наш участник, значит, у него камера Canon 80D. Ребят, сразу предупреждаю, здесь у большинства студентов камера 80D. Сейчас в подсказке выйдет консультация по выбору камер. Она именно больше работает на Ташкент, но и другим, кто хочет купить себе камеры, тоже подойдет. Хотя бы изучите, почитайте. Я думаю, много для чего, ну, для себя полезного там найдете. Итак, значит, это у нас камера 80D, значит, 1750 объектив, диафрагма 2.8, выдержка 1.200 и 100.250. Значит, мы ожидаем там шум. Так, стойте, ну-ка я вернусь. Такой вот вопрос. Вот вы снимали на 30 мм. Что вам мешало поставить выдержку, ну, даже одну 80-ю, одну 60-ю, вы снимаете на день 200. Почему я сейчас про это говорю? Если бы вы поставили выдержку 1.60-ю, хотя бы, то, соответственно, ИСО можно было поменьше сделать. И, соответственно, чем меньше ИСО, тем меньше шума. Вот в чем загвоздка-то. Моя личная рекомендация вам открыть тренажер, ну, с которым мы работали, и, соответственно, немножко там опять поработать. потому что вы должны понимать, что ИСО это самое последнее, что мы трогаем. Самое последнее. То есть у нас диафрагма, потом выдержка, потом ИСО. А здесь, получается, видите, вы вот этим проигнорировали именно вот это вот ИСО, выдержка 1.200, здесь получается подняли этим самым подняли шум. В целом снимок прикольный, но есть пару мелочей. опять-таки, давайте я начну элементарно. Ну, да, как я и говорил, а это вот я тут намутил. Как я и говорил, будет шум. Пожалуйста. Опять-таки, можно было снять, чтобы не было шума. Можно было бы. Итак, значит, что, допустим, я бы в этом снимке бы исправил? Да, я понимаю, это не снимок как постановочный. Да, она на вас как-то так смотрит, но вы не знали, где ее встретить и в какой момент и так далее. Вот если бы у меня была бы такая ситуация, как минимум, уже на посте я бы немножко приглушил бы сейчас вот фон и, соответственно, и, соответственно, вот эту девочку я сейчас отсюда вытащу. То есть, фон мы приглушили. Тикс. Вот. Все. И вот смотрите. Сейчас что получается? Если у вас вот тут видим, да, как фон отвлекает, насколько он берет на себя внимание, а тут, девочка, не забывайте, что модель должна быть активнее, чем фон. То есть, фон не должен поедать вашу модель. и сейчас, чтобы больше было, как это, выражение глаз сейчас мы сделаем больше, акцент, что будет вообще сложно от нее оторвать взгляд. То есть, вот, я глаза еще усилил. То есть, было вот, стало вот, а вот просто глазки. И вот так вот в сто раз снимок будет выглядеть круче, чем просто вот так вот. поэтому моя рекомендация. Во-первых, переретушируйте этот снимок. Уберите шум. Мы проходили, как убирать шум. Вы, по-моему, у меня занимались. По-моему, да. Вот. И, соответственно, уберите этот шум, добавьте немножко, чтобы было порезче. Вот. И вот так вот доработайте. Очень часто, кстати, вот такие снимки я вижу, я сейчас не про студентов вообще говорю, мода есть такая, добавь в свой снимок ЧБ, и он станет очень таким, как это, творческим. И вот так вот скидывают работу. То есть, ну, я имею в виду, загружает в соцсети и так далее. Вот это недостаточно. Вы помните, да, что у нас элементарно в ЧБ есть куча-куча еще вот этих ползуночков? То есть вот. А вообще, само по себе, даже бы, если это был бы снимок, допустим, ЧБ, то именно для этого снимка я бы еще больше затемнел фон и еще больше бы все это дело выделил бы для того, чтобы она больше там горела. Если посмотреть вот так вот, то вообще не пойдет. Такое ощущение, что как будто здесь, согласитесь, белое винетирование как будто появилось. Вот так его нет. Ну, вот так это too much. Глазки сейчас прибавлю. То есть здесь нужно прямо прорабатывать, прорабатывать. Но к чему я сейчас сказал про ЧБ, к чему я сейчас сказал про цвет. У вас сам по себе снимок в цвете смотрится хорошо. Его не обязательно переводить в ЧБ. Но я часто вижу такие вот разные снимки в ЧБ. Поэтому снимок не нужно переводить никакие в ЧБ, просто вы доработаете сам по себе, он классный. Не забудьте его тоже скинуть. Следующий участник камера 80D, Sigma 1750 объектив, 2.8 диафрагма. Снято было на 50 мм, выдержек 1.250 ISO 100. Итак, уважаемый студент, вот сколько можно повторять одно и то же. Вот для кого вы оставляете вот это? Сейчас я попробую нарисовать. Для кого вы оставляете вот это место, чтобы Хавой Йолоренаш пролетал? Для кого вот эти самолеты? Сколько можно говорить об этих ошибках? Ведь они же постоянные. То есть вспомните, когда я задавал домашние работы и когда мне сдавали, ведь я же даже просил, сделайте блокнот, запишите туда то, до чего я докапываюсь. До чего я все время докапываюсь? Я докапываюсь за воздух над головой, за пересветы, за недосветы, за мусор и так далее. Когда вы что-то фотографируете, если вы изначально по блокнотику галочки поставили, что вы это не совершили, то уже большущая вероятность из того, что я приму вашу работу. Теперь, вот для чего вот этот мусор здесь? Почему этот мусор? То есть как вы его сами допускаете? То есть это уже большущий с вас спрос. Теперь, вот я смотрю, вот я смотрю, вы сняли на диафрагме 2.8. Я прекрасно понимаю, вот я сейчас распишу две ситуации. Я прекрасно понимаю, опять-таки, друзья, я примерно, ну как, непримерно, я знаю, кто чем снимает и у кого что есть. Вот, и опять-таки, вот если вы снимали, допустим, вашими моноблоками, которые вот вы тогда еще когда-то себе взяли, зачем вы снимаете, во-первых, на диафрагме 2.8? Смысл? Вот у вас есть, что здесь размыть? Абсолютно нет. Зачем вы снимаете на диафрагме 2.8? Сейчас могу спросить, а при чем здесь диафрагма 2.8? А при чем вы здесь сейчас говорите, здесь мои моноблоки и так далее. Вы должны понять, что моноблоки на самой минимальной мощности, они все равно дают очень много света. И на диафрагме 2.8 у вас всегда, когда вы будете фотографировать, будут вот эти вот пересветы. Неужели вы не видите эти пересветы? Ведь если я сейчас возьму, скину эту работу в группу и спрошу, а какие здесь ошибки? Ведь вы же самое первое скажете, здесь воздух над головой, мусор, пересвет. Ведь я же вижу, как вы порой в группе даете какие-либо комментарии. Но почему эти комментарии вы и сами себе не можете сказать? То есть это как? Вот. Зачем на 2.8 было снимать, если на 2.8 у вас пересветы? Что вам мешало закрыть диафрагму на 5.6, на 8, чтобы избежать вот этих пересветов? Что вам мешало отодвинуть модель от фона? Хорошо, вы хотели, чтобы был фон, но что вам мешало сфотографировать, чтобы подвинуть немножко модель в эту сторону? Либо поменять немножко фокусное расстояние, либо самой, а у вас и так 50, самой поближе подойти, чтобы вот этого не было. Ничего не мешало. Во-вторых, я не знаю, нет, это не во-вторых. Вот скажите мне, где фокус? Я не вижу здесь фокуса. А вот если сюда куда-нибудь посмотри, да вот, а вот наш фокус. То есть у вас классический промах по фокусу, потому что вы снимаете на открытой диафрагме. У вас пересвет, у вас воздух над головой, у вас мусор. А плюс, вот что мешало, вот так вот взять щеточку и вот это вот, вот эти вот все какашки, их убрать. Что мешало? Ничего не мешало. Мешала невнимательность. Если вы участвуете в играх, вы должны понимать, что вы же не просто фоткаете, лишь бы сфоткать. Вы же у меня уже занимались. То есть, если бы мне бы скидывал этот человек, который у меня никогда не занимался, я бы слова бы не сказал в плане того, что вот я вам говорил или это, я просто дал бы рекомендацию. Снимайте чище, смотрите за пересветами, не делайте воздух над головой. Но это и так. Без этого миллион раз я не только вам говорю, я многим студентам говорю. Поэтому, моя рекомендация позвать модель еще раз, сфотографировать правильно и скинуть эту работу как пересдачу. И запишите у себя в блокноте все, до чего я докопался. Хотел закрыть окно и вспомнил. Даже если вы фотографировали без моноблока, если вы просто фотографировали Юнгноу вспышкой, на вспышке Юнгноу мощность можно поставить хоть на 1.128. И с этой мощностью здесь будет недосвет. То есть, по сути, вот вопрос. Либо вы видите, не видите пересветы, недосветы, либо вы просто вот как-то попало, так сняли. Поэтому, я рекомендации дал, жду вашу работу. Следующий участник. Камера, значит, 6D Mark II, 50 мм 1.8, мой самый нелюбимый 1.8 объектив. Значит, это было снято на диафрагме 2, выдержка 1.160, ISO 800. Так, очень интересные параметры я тут вижу. И цветовое пространство Adobe RGB. Итак, во-первых, прямо вот сейчас вот поставьте это видео на паузу, я сейчас говорю это студенту, тому, кто мне это сдал. И поставьте у себя, откройте камеру и поставьте нормальный себе профиль sRGB в цветовом профиле. Потом, если вы у меня занимались на постобработке, ведь я же давал рекомендацию о том, то, что в Camera Raw Redactor тоже поставьте sRGB, потому что ваш монитор, он не тянет вот это Adobe RGB. И получается, вы даже не видите то, какие у вас показывают краски, то, как вообще показывается у вас работа. Поэтому везде поставьте у себя sRGB. Теперь, давайте вернемся к вашей работе. Диафрагма 2, еще раз я посмотрю, что у меня с памятью. Диафрагма 2, да. Ну, опять, я не знаю, что сказать в плане того, что фокус, по-моему, у вас промах по фокусу. Вот прям тоже очевидно, он где-то, такое ощущение, где-то вот здесь этот промах по фокусу у вас. Но никак не на лице, потому что лицо, оно не в фокусе. Во-вторых, такое ощущение, что у вас тут есть как будто бы микросмаз. Вот он такой, знаете, настолько микро, что как будто он есть, как будто нет. Вот он вот здесь. А во-вторых, это может быть, даже сам объектив дает вот эту картинку, когда на очень открытой диафрагме мы снимаем. Моя рекомендация, во-первых, посмотреть еще раз видео касательно объективов у нас на канале и потестируйте, пожалуйста, свой объектив. То есть, вы должны четко видеть, понимать, на какой диафрагме ваш объектив дает мыло. То есть, возьмите какой-то текст, поставьте его, не знаю, там, к стене, делайте фотографии. На 1,8, на 2, на 2, сколько там, 2,8. И просто увидите, где самая у вас резкая картинка. Теперь, касательно освещения. Не могу понять, чем вы, что у вас здесь за освещение. То есть, что вы здесь использовали. Если это какой-то, допустим, постоянный источник освещения, к примеру, лампа, но на лампу это не похоже, это очень широкая какая-то штука. То есть, ну хорошо, допустим, это лампа через что-то. Понятное дело, почему вы подняли ISO. Ну а если это не лампа, если это вспышка, то зачем вы снимаете на ISO 800? Вот какой смысл от этого? То вот непонятно. Обязательно напишите мне в комментариях, ну как в комментариях, у нас в нашей группе, скиньте эту работу и просто напишите, чем вы снимали. Теперь, касательно ретуши. Вот мешочки я бы убрал бы, потому что здесь они, ну, как минимум, не нужны. Глаза, конечно, выглядят провальными. Да, здесь можно немножко подтянуть, чуть-чуть сделать поярче, но все равно они какие-то немножко провальные. То есть, вот если задалека смотреть, черные дыры и блик, он такой маленький. Я бы сделал здесь блик побольше, просто физически сделал бы больше. То есть, я бы ближе поставил бы источник освещения. Но опять, я не знаю, что у вас там стоит, вот, и мне сложно дать какую-либо рекомендацию. Теперь, вот смысл было давать вот эту морскую свинку в руки, если она, ее лицо, оно не в фокусе. Зачем было тогда два объекта ставить? Вот смысл. Да, я понимаю, что это морская свинка, но если так посмотреть, это что-то непонятное с одним глазом. Такое ощущение, что вот это, это как будто бы зубы. Не знаю, вот если задалека смотреть. Вот. нужно было закрыть диафрагму, чтобы и свинка была в резкости, либо вспомнить тему диафрагма, где мы говорили про гриб, и правильно его рассчитать. Теперь, конечно, немножко здесь мешает воздух над головой. Я бы его чуть-чуть сделал поменьше. мне так же не нравится вот это вот. Какой-то масонский заговор пальцев треугольный такой. Как-то рука смотрится некрасиво. Она смотрится некрасиво, потому что непонятно. То есть вот вот эта часть, видите, вот она идет. Да, я понимаю, вот палец, вот. Вот палец. Ну, как-то тогда нужно было, я не знаю, свинку как-то охватить по-другому, либо еще что. Ну, в общем, здесь немного непонятно. Вот этот снимок, в принципе, вот если я в ЧБшку переведу, он лучше смотрится, чем в цвете. Действительно, он смотрится лучше. Но в ЧБшку еще нужно правильно переводить. То есть мы это все смотрели, то есть мы это помним. Не просто обесцветили, хотя бы вот здесь вот чуть подкрутите. Но опять-таки, даже здесь мешают эти мешки. Потому что их можно чуть-чуть было убрать. В ЧБ снимок смотрится лучше, чем в цвете. Моя рекомендация переснять и написать, что это вообще у вас там за схема освещения. Вот. И сделайте все то же самое, только в ЧБ. То же самое, имеется в виду не те же самые ошибки, понятное дело. Следующий наш участник камера 80D. Значит, 85 миллиметров объектив. Это тот, который 1,8. Снято было на диафрагме 3,2, выдержка 1,250, ISO 100. У меня сразу к вам вопрос. Зачем вы обрезали снимок? Вот смысл. Что мешало сразу сфотографировать, чтобы ничего не обрезать? То есть вертикальным кадром, горизонтальным кадром. Да, у нас в первом обзоре один студент обрезал квадрата, но это было в тему, это там смотрелось. То есть там это нужно было, а здесь я не понимаю зачем. Теперь, если, допустим, смотреть технически на ваш снимок, то он выглядит недосвеченным и плоским. Вот я сейчас его быстренько подкорректирую. Первое, что я сделаю, во-первых, давайте я сейчас немножко затемню фон. Вот просто слегка, то есть нашим радиальным фильтром, то есть вот я слегка его затемнил. И подниму яркость, сейчас чуть-чуть еще вот здесь, и вот так. То есть вот я поднял яркость. Давайте теперь просто посмотрим. Вот включу, выключу. Обратите внимание, насколько снимок стал более выразительным. Вот если сейчас, допустим, смотреть на это дело вот таким образом, я специально вот так вот отчерчу, то есть вот, ну вот, представьте круг, и буду выключать. Я даже и вот здесь отключу. И теперь смотрите, я когда включаю-выключаю, видно, что вот я здесь сейчас вижу темный круг, вот он. То есть вот в этой области темный круг. И вот я его включаю-выключаю. То есть по сути вот так снимок темный и получается плоский. А здесь он уже более, ну, более норм. Теперь вопрос, для чего вы там? Вот, то есть давайте по-другому я задам. Почему именно вот так? Почему именно вот здесь? Мне очень важно, чтобы я сейчас не только вам это замечание говорю, я сейчас это говорю всем студентам, которые участвуют в этих разборах. Ребят, да, я понимаю, у нас жесткое правило, если вы лентяи, вы вылетаете из группы. Да, это хороший пинок и стимул вам фотографировать. И это, ну, это очень здорово, само по себе. Но давайте договоримся, то что если вы что-то фотографируете, вы не фотографируете, это лишь бы, чтобы сфотографировать, лишь бы, чтобы участвовать, лишь бы, чтобы не убрали из группы. Ведь это же смотрится не очень. То есть вы снимаете, лишь бы что-то снять. Так не пойдет. Вот объясните мне, зачем вот, вот что этот фон, вот этот вот, он здесь дает. Я вообще не понимаю, зачем он здесь нужен. Ведь если бы мы сфотографировали вот этот снимок изначально, вот, то есть, вот это все было бы черное, абсолютно все черное, на нее падал бы контровой с этой стороны, либо с этой стороны, причем можно было надеть даже какой-то фильтр и так далее, вы бы картинку бы не кропали именно то, как вы кропнули, то есть это было бы, допустим, вот так вот, это было бы в сто раз лучше, потому что у нее сам по себе образ какой, кепка, уже что-то такое, как-то более такое спортивное, наушники, маечка, то есть, ну, сам по себе более-менее такой спортивный вид, но фон, зачем здесь этот фон? Сейчас модно стало фотографировать на вот этих фонах, но не будьте фактологами, я называю фактологами фотографов, которые просто снимают по факту, только потому, что это так сейчас модно, что я имею в виду? Я имею в виду то, что вот я часто наблюдаю, я сейчас не конкретно про кого-то вообще, уже не знают, как сфотографировать на вот этот вот фактурный этот фон, и рыбу на голову кладут, и торшер одевают на голову, и уже мусорное ведро, и какую-то коробку, то есть, уже не знают, как что сфотографировать, на этом фоне, и почему я говорю фактологи, потому что вот у них по факту, вот модель есть, есть, фон есть, есть, свет поставили, поставили, щелкнули, щелкнули, а что получилось, непонятно, вот получилось, но там есть все, то, что нужно было, но нету какого-то, ну, какого-то концепта, то есть, зачем рыбу ставить на голову, зачем торшер одевать на голову, то есть, вообще, видите, и соответственно, здесь, зачем этот фон, нужен был, на этом снимке, без этого фона, смотрелось бы, гораздо лучше, и если бы вы еще не обрезали, поэтому, моя вам рекомендация, это не рекомендация, это вам задача, обязательно, переснимите этот снимок, используйте контровые, а если получится, оденьте на контровые, какие-то там фильтры, я уверен, у вас они все остались, и скиньте мне снимок, снимок, чтобы он был прям, прям вообще, и не, пожалуйста, не обрезайте, потому что, опять-таки, я знаю, как вы умеете фотографировать, и я знаю, что вы можете гораздо лучше снять, так что, я жду от вас работу. Следующий наш участник, значит, камера 80D, объектив 85 мм, тот, который 1.8, диафрагма 6.3, выдержка 1.125, ISO 100, ну окей, вот, если бы вы мне сдавали этот снимок, просто как домашку, когда мы с вами это проходили, я бы сказал, да, окей, но сейчас же мы не сдаем домашку, сейчас же мы уже участвуем более-менее творчески, и, соответственно, давайте сейчас посмотрим ваши косяки. Вот первое, что мне не нравится, во-первых, зеленая его вот эта куртка, она слишком активная, она перебивает, и при этом прям видно вот здесь, вот здесь, она очень яркая, то есть первое, что бы я сделал, я бы, когда фотографировал, я либо поставил бы какой-то флаг, как минимум, и во-вторых, даже если нету флага, как минимум, либо я бы затемнил бы это дело все, что опять-таки тоже нафига затемнять, ну можно же переодеть другую, то есть, ну что-то другое одеть, и даже сейчас опять, вот я сейчас, смотрите, включаю, включаю, вот здесь она кричит, вот здесь уже лицо более-менее становится, ну, главным в сцене, чем вот эта вот зеленая, вот такая, ветровка, то есть первое, что мне не нравится, во-вторых, мне здесь немножко не нравится то, что блики, ну очень маленький, и опять, вот я сейчас смотрю, я не могу понять, что это у вас за источник, такое ощущение, что с прошлой работы, которую я обсуждал, такая же история, ну-ка, сейчас поднимем по яркости, вообще поглядим, что у вас там, следствие ведут колобки, нет, немножко непонятно, что это такое, если посмотрим на фон, ну, тоже видно мятый фон, и, сейчас, ну да, хотел сказать, хотел что-то добавить, хотел сказать про вот эти вот черные штуки, но, я же их сам добавил туда, значит, моя рекомендация, когда вы снимаете, следите за одеждой, во-вторых, я не знаю, опять-таки, почему у вас вот так вот здесь с источником освещения, нужно, чтобы он был бы больше, чтобы глазки больше горели, а потом еще, не убирайте так тени, либо у вас, вы вытянули эти тени, либо вы их так подсветили, ведь, когда есть теневой рисунок, это же тоже классно, да, здесь есть теневой, но какой-то слабый, то есть вот хочется немножко добавить, допустим, вот волосы немножко тоже на себя, слишком берут, то есть вот примерно как-то, может быть, вот чуть-чуть вот так, мне очень интересно посмотреть на сырой снимок, скиньте, пожалуйста, вот уже в группу, не забудьте поставить хэштег, ну, хэштег, я не знаю, там, не пересдача, а я в группу напишу, какой хэштег ставить, вот, и интересно посмотреть, по поводу воздуха над головой, да, он здесь немножко тоже есть, вот, чуть-чуть я бы его убрал, чуть-чуть, нет, это много, ладно, сейчас я не буду, как это, страдать своими приступами перфекционизма, касательно, чтобы тютелька в тютельку все было, вот, я думаю, и так понятно, что нужно переделать, еще раз говорю, если бы это как домашка, я бы сказал бы окей, но я хочу, чтобы вы еще раз это пересняли, и мне очень важно, чтобы в глазках, ну, побольше было бликов, потому что сейчас глазки очень проигрывают, если были бы блики побольше, то было бы поинтереснее само по себе, то есть изначально ваш вариант, он вот так вот, это все кричит, мы чуть поменьше сделали, и немножко добавили теней, вот так вот посимпатичней, следующий, значит, наш файл, к сожалению, я не вижу никаких данных по EXIT, я не знаю, зачем вы их стерли, как вы их сохраняли, вы что, сохраняли снимок как для веб, вот это вот зачем, ведь в первую очередь, я же смотрю на параметры, как вы фотографируете, поэтому не сохраняйте именно так, как вы сохранили сейчас, и когда скидываете, значит, на наш разбор, теперь, значит, что я вижу, я вижу, что вы принудительно убирали, во-первых, такое ощущение, что пересвет вы убирали, вы пытались его как-то выровнять, во-вторых, я вижу, что вы принудительно какие-то тени рисовали, то есть, где-то вот здесь, либо убирая пересвет, точнее, не то, что пересвет, убирая нормально проэкспонированный кадр, вы сделали такой вид, что как будто бы он какой-то не такой, так, теперь, вот я вижу, что вы добавили, зачем вы добавили какой-то вот этот вот ненужный контраст, нафига он здесь нужен? Непонятно. Работа выглядит плоской. Ну-кась. Угу. Ну и вот следы. Вот следы вашей ретуши. Вот они видны. То есть вот. Руку прорабатываю. Видите, оно выглядит каким-то искусственным. Даже изначально, когда я смотрю, я вижу, что что-то как-то странно. Вы перекрутили с контрастом. Вы прямо его перекрутили. Такая работа не пойдет. Здесь нету каких-то таких, знаете, мягких переходов. Здесь какое-то все прям как-то съевшееся. То есть вот. И выглядит все кукольным. Потом. Вот это тоже какая-то странная. Да, я понимаю, здесь вот губа как бы слиплась, но вот это что-то как-то странно смотрится. Нет, такой не пойдет. И бликов не хватает в глазах. Где блики? Вы же... Вон. Видно же, где вы снимали. То есть вот. Зачем приглушили, я не знаю. Да, можно сказать, а почему стекло здесь такое пыльное? Ну да, а вот почему такое стекло? Такое пыльное. Протирайте тоже, смотрите эти вещи. Вы же знаете мой характер, что я докапываюсь до всего. Поэтому такая работа не пойдет. Переделайте ее. И не этот, как его, не затемняйте так принудительно. Это же все видно. Да, я жду от вас переделанный снимок. И между прочим, даже вот здесь вы оставили палево. То есть, обратите внимание, вот здесь вот палево. Потом вот здесь я вижу палево. Что значит здесь я вижу палево? Да вот. Видно, что здесь не дозатемнили. А вот здесь вот вышли за границу. Вот здесь вот вышли за границу. В общем, такое не пойдет. Я жду от вас пересдачу. Модель, я знаю, вы ее 2 секунды можете сфотографировать. В плане того, то что я знаю, кто это. И, соответственно, вот прям прослушали сейчас мой комментарий. Берем фотоаппарат в руки и делаем пересдачу. Так, следующий наш участник. Камера Canon 800D. Значит, диафрагма 5, 1,125 у нас выдержка ISO 200. Объектив у нас 1855, китовый. Хорошо, давайте посмотрим. Итак, если смотреть, если смотреть, во-первых, немножко какой-то снимок у нас мыльный. Понятно, да, оптика мыльная. Единственное, что я не знаю, вы это ретушировали или не ретушировали. Очень похоже, что вы мне скинули просто JPEG. То есть, просто тупо JPEG. Потому что, ну, вот эти вещи пропустить по ретуши, то есть, вот, я не уверен, что вы их этот. Хотя, с другой стороны, вот здесь что-то какое-то непонятное. Может быть, это ее, на самом деле, такое. очень как-то странно выглядит. Но это больше, знаете, выглядит как будто бы JPEG просто скинули. Где проработалось вот это вот, не то, что шумодав, тут и шума нет, но JPEG такой мутный, мыльный. Плюс, мыльная оптика. если вообще смотреть на ваш снимок, вот, допустим, дайте я его поставлю на белую, на белую часть. Обратите внимание, насколько он, нет, это не белый. Вот. Насколько он у вас темный? То есть он блеклый. Так, я сейчас уберу, а то сейчас у многих, наверное, там ослепило. У вас на снимке не до свет. То есть, можно было запросто просто понять немножко экспонирование. Опять-таки, если вы это ретушировали, вот, а вообще, в каких случаях такое может быть? Либо у вас слишком яркий монитор на вашем фотоаппарате, если вы меня просто сфотографировали и скинули. Либо у вас очень яркий монитор, что вы не видите, что снимок вообще у вас немножко недоэкспонированный. Вот это вот очень такой важный момент. Но обратите внимание, вот я сейчас поднимаю общую яркость, как вот здесь, сейчас буду рисовать, вот здесь вот аж уходит пересвет. Соответственно, как можно это все сделать? Очень просто. Можем поднять яркость всего снимка, то есть общую яркость. А потом все это дело что сделать? То есть проработать. Но опять-таки, еще раз, ребят, я за то, чтобы вы снимали чисто. Но бывают такие ситуации, когда вы чисто сразу не можете снять. Куча бывает факторов. Я сейчас никого не оправдываю, просто я-то сам помню, как я фотографировал. Было такое, что ну приходилось, просто тупо приходилось. Ну вот смотрите, давайте сейчас сравним. Обратите внимание, насколько сейчас стало, ну получше стало. Лицо стало хоть как-то гореть. И при этом все равно я бы немножко все это дело приглушил бы сзади. Но что можно сделать? Можно добавить сюда немножко контраст, к примеру. Хоть мы в раве этот контраст не добавляем, но мне проще здесь это сейчас показать. Чуть-чуть вот так вот и немножко вот капельку. ну давайте сравним. И плюс я бы еще бы добавил бы само по себе яркость в зрачках, в бликах. То есть вот. Слегка-слегка. Если посмотреть, где вы фотографировали, это свет от окна такое ощущение прям. То есть вон занавески что ли висят. Это что такое? то есть вот было стало. Если хочется побольше то есть вернуть теневой рисунок, ну именно тень, да без проблем. Без проблем. Меня сейчас волнует вопрос. Почему вы сняли на ISO 200? Зачем? Если допустим, опять-таки я напоминаю к тому, то что если вы работаете со вспышкой, то поднимите лучше мощность вспышки, чем поднимать ISO. Ну и вот так вот. Более-менее. Даже все равно хочется чуть-чуть приспустить интенсивность фона. Но здесь нельзя с этим так сильно играться, потому что потом будет похоже, как будто ваша модель лицо в муку окунула, она слишком светлая, а все остальное какое-то темное. Но вот. И при этом я чуть-чуть вот, как его, чуть-чуть непрозрачность. Тут капельку. То есть вот, вот так было бы лучше. И опять вопрос касательно воздуха на головой. Насколько он там был нужен? Чуть-чуть верну. Вот здесь вот как бы и норм, и как бы вот он чуть-чуть есть. То есть вот, в целом, я думаю, вот так было бы лучше, чем просто вы сдаете темный снимок. Поэтому моя рекомендация вам сейчас возьмите, переработайте эту фотографию и скиньте нам в группу. С удовольствием мы ее заценим. Следующий наш участник камера 650D Canon, 85 мм, 1.8 объектив, диафрагма 7.1, выдержка 1160 ISO 100. Так, давайте-ка смотреть. Ну, классическая ситуация, когда фон сзади у нас мятый. Проще всего погладить фон и, соответственно, не париться. Теперь, вот, я вижу следы, то, что вы этот фон что делали? Затемняли, потому что вот следы от вашей кисточки вот здесь промахнулись, то есть, вот, идет вопрос, почему нельзя сразу было чисто снять? Ведь проблема-то в чем была? Погладьте фон, отодвиньте его подальше от модели, немножко разверните свет так, чтобы он не попадал на фон и попадал только на модель и будет ок. Это касательно вот этого. Теперь, если вообще дальше вот так вот смотреть, да, если бы вы мне сдавали бы эту домашку, допустим, просто как домашку по нашему Рембранту, то я сказал в целом бы нормально, но можно было бы свет поднять еще выше, потому что я вижу, что в зрачках есть еще место, то есть, вот, можно было вот до сюда, так, секунду, 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 то есть, да, в зрачках тут вот есть еще место, куда, соответственно, можно поднять свет, для того, чтобы тень была бы еще, ну, более ниже. Окей, я сейчас про это не говорю. Композиционно, почему вы композиционно поставили его вот так, ведь, если бы я сейчас, допустим, вот так вот сделал бы, вот, а здесь запомню тогда, то есть, вот, как же неудобно-то работать-то, микрофон-то лезет, то есть, если бы это было бы вот так, то это было бы лучше, само по себе, не так, как было, то есть, вот, для чего у вас вот здесь пустота, то есть, что здесь, где, вот, для чего вот это вот, нафиг оно здесь нужно, я не уверен, что оно здесь нужно вообще, вы хотели оставить место для взгляда, то есть, ну, я имею в виду пространство, что было, но это же пространство вот так же, тоже не теряется, то есть, вот, он же не смотрит конкретно, получается, в сторону вот сюда, он же конкретно сюда не смотрит, он же смотрит куда-то все равно вот сюда, и, соответственно, места дофига, теперь очень такой важный момент, здесь не хватает немножко плечей, то есть, руки немножко не хватает, было бы здорово, если бы это было снято, то есть, вот так повыше, и, соответственно, вот эта часть, вот эта часть, ну-ка, была побольше, то есть, вот, даже так, но все равно руки не хватает, обратить внимание, сейчас стало как будто бы лучше смотреться, учитывая, что я поднял наверх, почему, потому что, опять-таки, я ушел от этого воздуха над головой, хоть он здесь чуть-чуть, но он есть, а во-вторых, здесь сложилось такое ощущение, что он облокачивается на вот эту штуку, то есть, как будто бы он вот здесь вот облокотился, рисовать-то я начал, вот как будто он на это облокотился, и смотреться стало лучше, чем вот так, как вы мне это сдали, то есть, вот, как-то было, то есть, вот оно, ниже еще опущу, я думаю, вариант, который я сейчас скинул, ребят, очень неудобно мне работать, очень просто, вот именно то, как я работаю, вы даже не видите, я сейчас сижу, как в лесу, ветки и палки торчат, так, вот так вот, то есть, вот, можно было даже вот так, вот, вот так было бы самое нормально, и ощущение, что руки как будто есть, и он не торчит где-то с этой стороны, поэтому, рекомендация, переснять, и погладьте фон, пусть лучше он тогда будет, чтобы он чуть-чуть виден, либо сделайте это так, поймите, вот здесь сейчас, что плохо смотрится, искусственность, то, что вы его вот здесь затемнили, именно вот это вот и плохо смотрится, если сейчас я вырублю, прям съедается здесь голова, вот здесь она как-то ровно идет, а тут почему-то внезапно она исчезла, то есть, как-то я не знаю, поэтому, еще разочек давайте переснимите, и сделайте это правильно, кстати, касательно баланса белого, вон здесь у вас немножко ушел, такой, немножко, оттенок синий, чуть-чуть синит, и если бы была бы здесь пожестче тень, не то что пожестче, ну да, нет, не то что пожестче, а как это контрастнее, потемнее, то было бы лучше, если допустим перевести снимок просто в ЧБ, просто в ЧБ, вы сейчас даже здесь заметите, что такое ощущение, что не хватает, как будто бы, как будто бы немножко не до свет, смотрит, давайте сейчас я вот эту штуку перемещу вот сюда, вот так лучше смотрится, понятное дело, что вот эту часть, учитывая, что это белое, я бы просто приглушил бы, то есть вот, чтобы не отвлекало, но при этом я бы во время съемки это просто предвидел бы, потому что сейчас, когда я немножко приглушил, это выглядит как будто немножко грязная, как будто одежда, то есть, ну, во время съемки, в общем, я бы использовал бы флаги и было бы норм, и, знаете, вот я вот сейчас просто наблюдаю, у меня такое ощущение, что вот здесь, когда вы сфотографировали, когда вы это прорабатывали, все же такое ощущение, что все-таки здесь была тень, то есть, здесь тень, она, она и так есть, ее видно, но она была жестче, вы ее высветлили, вы ее видно, что немножко как будто бы высветлили, в общем, жду пересдачу, снимите нормально, без лишних телодвижений в плане фотошопа и так далее, может выйти очень хороший сам по себе портрет, модель очень такая, тоже фотогеничная, поэтому жду вашу пересдачу. Касательно пересдачи, где вы сняли гранат, я этот, как его, в группу тоже прокомментирую. Так, следующий наш участник тоже Canon EOS 80D, объектив 85-1.8, значит, диафрагма 6.3, выдержка 1.160, ISO у нас 100. Итак, давайте-ка поглядим на этот снимок. Ну, что я могу сказать? Во-первых, вы здесь его перешарпили, то есть, видно, прямо, ой-ой-ой, резкости, вы зачем-то здесь добавили прям труба. И плюс, вы его замылили, то есть, я вижу одновременно мыло и одновременно добавленную резкость, то есть, too much. Когда мы всякое такое с вами проходили, ведь мы же это применяем не на всю фотографию, а на выборочные участки, где это нам нужно. А вы, получается, прямо на общую залепили, что и волосы, вон, они видно, что они не, этот, как его, не резкие, вот, но при этом они выглядят, как будто бы они резкие. Такая вот, как это, тавтология, или как это называется. Не пойдет. А еще немножко не хватает яркости на лице. Видно, что вы ее немножко, как будто бы, ну, как это, приглушили. Не хватает яркости на лице все же. То есть, общий вот такой вот. И то, вон, ой, как здесь много стало. Очень важный такой момент. Вот, смотрите, у вас сейчас, получается, источник освещения, он находится с этой стороны. То есть, вот, частая проблема многих, вы, опять-таки, и многим, и вас это касается. Многие забывают, что вот здесь-то волос у нас, и получается, что делает этот волос? Этот волос становится преградой, и здесь получается такая тень, что освещение становится немножко порой каким-то странным. То есть, здесь с темного переходит в какое-то светлое, потом опять переходит в какое-то темное. Если бы вы изначально убрали бы волосы за уши, либо с другой стороны поставили источник освещения, было бы лучше. То есть, почему вы не поставили, допустим, источник освещения с этой стороны? То есть, у нее и так здесь теневая часть, у нее и так бы здесь вот все это в тень бы уходило, и волос бы как-то в тень бы уходил. Ну, я думаю, так было бы лучше. Мне здесь не хватает немножко какого-то объема. И ведь, посмотрите, ее тень сейчас, она какого цвета? Почему она именно такого цвета? Правильно, потому что свет проходит через волосы, и это некий, как, можно сказать, такой цветной фильтр, который вот здесь вот оставляет это все. Кстати, я забыл сказать на фотографии, где зеленый этот свитер, ветровка, там зеленые вот такие блики были на шее. Забыл, правильно сказать. Вот, поэтому здесь немножко мне не хватает яркости на лице. само по себе, вот сейчас она более-менее получше. Вот, и не знаю, вот я смотрю, не знаю, понятное дело, сейчас сможете вы это переснять, не сможете, но по ретуши, посмотрите еще, какие есть снимки, и переретушируйте их. Вот, но опять-таки, когда ретушируете, пожалуйста, вот это мыло, без вот этого мыла, потому что это и мыло, и шум, такого быть не должно. Поэтому жду перед сдачу. И вот, если даже смотреть, ну, понятно, я сейчас даже не докапываюсь, но надо докопаться, но не докапываюсь. Хотя докопаюсь, следите, чтобы всяких таких вещей не было. Хотя, как тут докопаться, они слишком здесь мелкие, видите? Во мне борются докопаться или не докапываться. не, ладно, куртку я не докапываюсь, по сути. Вот, порой это не видно, но в предыдущих работах очень сильно было много грязи на одежде. В общем, переретушируйте этот снимок и посмотрите, что у вас есть еще в наличии, что можно выбрать. Я знаю, что можно, ну, есть получше снимок. Следующий наш участник, камера Nikon D3100, Sigma 1750, объектив, диафрагма 14, ага, и у нас объектив 17, а, ну да, фу ты, у нас выдержка значит 1,200. Итак, уважаемый студент, зачем вы закрыли диафрагму на 14? Вы же помните, что чем больше мы закрываем диафрагму, тем хуже наша становится резкость. Да, глубина резкости растет, но есть такая вещь, как диафрагция, которая портит вам резкость. Она не звонкая. Я эти примеры показывал вам на занятии. Поэтому на 14 лучше не снимать. Закройте, ну, на 11, ну, на 11 снимайте, тем более у вас камера кроп. 11 это самый потолок. Да, можно снять более закрыто, но нафига, если вы начнете терять по резкости. Поэтому вот этот момент нужно учитывать. Теперь, касательно вашей фотографии. Смотрится в целом прикольно, объемненько, то есть все дела. Так, во-первых, вы сохранили картинку в этой, как его, сейчас, секунду, вы сохранили картинку в градации серого, что лучше так не делать. Допустим, вы перевели в ЧБ, либо сконвертируете файл, либо просто вот здесь, вот изображение, режим, вот RGB поставьте, и соответственно, даже элементарно, сейчас вот я кривые, когда вызвал, обратите внимание, я вот сейчас поднимаю и опускаю, они опускаются правильно. До этого, если просто работать то, как у вас было, обратите внимание, я поднимаю наверх, они затемняются, опускаю сюда, они высветляются. Вот, потому что сохранено градации серого, и это часто многих путает, они не могут понять, почему они поднимают кривые, а там темно становится. Поэтому, лучшая рекомендация, вот так вот изображение, режим, RGB, и все у вас ок. Теперь, касательно снимка, давайте-ка я его сейчас взял поярче. Ух, шо-то как-то тут у нас шум. Ага. Так, я заметил, многие мои студенты начали баловаться шумом. Да, шум это прикольно, это классно, но не балуйтесь шумом, только потому, что, допустим, я это делаю. То есть, где нужно, я делаю, где не нужно, я не делаю. Здесь, в целом, смотрится прикольно. Но, знаете, что, допустим, я бы, что поправил бы? Я бы, допустим, немножко бы, все равно, вот эти зубки, просто капельку, совсем капельку, я бы затемнил. Сейчас. Это много. просто чуть-чуть. Глазки чуть-чуть бы подсветлил. Когда вы работаете с шумом, не надо его вот так вот полностью плюхать на фотографию, ведь иногда это портит. Вы выборочно это делаете, то есть, элементарно по интенсивности. Если вы хотите, чтобы там в окружении было много шума, там в темных участках, то на лице делайте чуть-чуть поменьше. То есть, аккуратно, аккуратно это можно сделать. Вот. И что еще бы я бы здесь проработал? Немножко убрал бы яркость на свитере, просто капельку. Для чего я это делаю? Для того, чтобы лицо было более, как это? чтобы больше взгляд падал на лицо. То есть, такой прям вызывающий этот был. То есть, вот. И даже чуть-чуть еще бы поднял бы яркость на самом лице. Причем вот такой бы полоской. Не полностью все лицо, а именно полосочкой. И давайте сейчас объединим все это в новый снимок и посмотрим до и после. То есть, Обратите внимание, сейчас насколько наш взгляд переместится на лицо. Бум. Теперь он не смотрит, то есть, глаза не видят этот свитер. Они видят сразу бум. Вот. И вот так вот лучше. Моя рекомендация. Переретушируйте этот снимок и скиньте. По поводу шума, ну, не перебарщивайте шумом. И, кстати, обратите внимание, вот я сейчас убрал зубки. Стало получше. А здесь зубы очень-очень сильно бросаются в глаза. Еще раз. Значит, что я сделал? То есть, убрал немножко зубки, вот здесь поднял яркость немножко глаз, немножко приспустил свитер, немножко поднял яркость лица, пожалуйста, готово. Снимок в целом нормальный. Единственное, что, конечно же, опять воздух над головой, и это прям какая-то беда. наш любимый с вами воздух над головой. Это прям вот работа за работой с этим воздухом. Все такие у меня воздушные стали. То есть, вот так вот как-то, ну, получше что-ли будет. Опять-таки, и так тоже, ой, нормально, но его тут много. Чуть-чуть хотя бы, вот капельку можно было бы убрать. Вот просто капельку. Ну, я думаю, понятно. Так что, жду вашу пересдачу. Следующий снимок. Камера, опять, Canon 80D, значит, объектив Sigma 1750, было снято на 50 мм, диафрагма 2.8, выдержка 1.250 ISO 100. Окей. Ну, давайте разбирать. Значит, что у нас тут? Угу, я вас вижу. Прям вышли на фотопрогулку. Здрасте, здрасте. Снимок выглядит немножко плоским. Немножко не хватает яркости у снимка. То есть, если сейчас подниму, опять-таки, я понимаю, это фотографируется на улице. Здесь порой не проконтролируешь многие вещи. Но когда фотографируете, вы снимаете так, чтобы вы понимали то, как вы потом будете это прорабатывать. Потому что, если не понимать, что как прорабатывать, то даже сложно будет, как это найти локацию, куда снимать. Точнее, я имею в виду сейчас про фон. Если, допустим, вот я фотографирую, я в первую очередь смотрю, откуда идет солнце. То есть, от чего отражается свет. И если вот попадается мне такой интересный какой-то вот такая вот, ну, интересный такой вот пейзаж, хотел сказать. Интересная такая модель, персонаж, вот пейзаж, господи. Когда мне попадает такой интересный персонаж, я как минимум говорю, повернись, повернись вот в эту сторону, либо давай-давай, вот сюда. И получается снимок. Если я работаю в нежданку, то я подстрою ситуацию так, чтобы свет падал на него оттуда, откуда я хочу. Вот. То есть, вот сейчас чуть-чуть я поднял яркость на лице, уже стало получше, но стало теперь как-то плоско. Соответственно, что можно сделать? Можно немножко по бокам, то есть, вот, вот здесь вот прям очень-очень легко притемнить. Да, можно это и в Camera Raw сделать, опять нашим любимым радиальным фильтром. А можно сделать и так. Но, главное, чтобы все методы хороши, главное, чтобы это не выглядело фальшиво. То есть, допустим, вот. Но давайте я сейчас попробую все то же самое сделать именно в Camera Raw редакторе. Вот здесь правильно нужно выдержать вот этот баланс. немножко, чуть-чуть. Чуть-чуть. Так вот. ну и, соответственно, немножко поднять яркость в глазках, чтобы они больше на себя привлекали внимание. вы с собой носите эти наколенники. Моя рекомендация носить наколенники, если вы понимаете, что будете, такие съемки у вас будут. Ну и вот у нас получилось. Единственное, мне не нравится то, что у него на этом, на его кофте. Сейчас я это тоже исправлю. Ну и вот немножко тоже кофту получается исправил. слегка. Опять-таки, учитывая, что я это делаю очень-очень быстро, у меня есть определенные рамки, я бы гораздо мог бы это все чище проработать. Равносильно, как вот даже сейчас. Я понимаю, что очень много уже говорю. Вот. Все равно хочется до конца прям сделать вот немножко еще вот здесь вот волос. Ретушь это очень такая классная штука. Она затягивает, но порой вот многие не понимают, что ретушировать нужно только то, то, что действительно было необходимо, а не сидеть все исправлять. Это самое ужасное. Сидеть, тратить свою жизнь на ретушь. Итак, давайте посмотрим. Согласитесь, теперь выражение лица, чуть-чуть поменьше сделаю, вот так, оно здесь получше стало. И глазки стали выразительнее, чем было. Поэтому моя рекомендация проработайте этот снимок, проретушируйте его. Допустим, вот опять, мне сейчас лично самому не нравится то, что я здесь сейчас сделал, это я вижу вот эту искусственность. То есть, вот здесь, мне самому сейчас не нравится. Вот, вот это вот. Я бы немножко по-другому, но это нужно сидеть и делать. Но сам посыл, про что я говорю, я думаю, он понятен. Вот если мы вот так посмотрим и вот так. Сам посыл понятен. Снимок хороший, вы умеете в этом стиле двигаться, поэтому давайте переработайте, скиньте его к нам в группу. Следующий наш участник камера Canon 800D, объектив 1855, значит, диафрагма 8, выдержка 125, ISO 100. Так, первое, до чего хочется докопаться, это наш любимый с вами местный аэрофлот. Век, хаво, ёллары. Для кого вы здесь оставили вот эти вот, пролетели? Можно прям играться вот в самолётики. Слушайте, я думаю, я в ПСД вот этот самолётик закреплю, чтобы каждый раз не рисовать. Вот. В общем, зачем вот этот здесь хавошка? Зачем нам воздух над головой? Смысл? Теперь, здесь очень сильно не хватает его плечей. Вы прям обрезали, обрезали. То есть, если бы вы сфотографировали бы ниже, то было бы лучше и были бы видны плечи, потому что здесь их вообще не видно. То есть, как минимум, дайте я вот это вот сейчас залью. Вот. То есть, вот так, вот так. Даже чуть-чуть сейчас побольше. То есть, вот представим, что вы сфотографировали и вот здесь это плечи. Вот это в сто раз лучше, чем вы мне сдаете вот так. Вот. Вот так в сто раз лучше. Потому что здесь само по себе, вот опять-таки, хоть здесь черная сейчас дыра, что лучше позволяет нам представлять, что у нас. Но, допустим, вот так вот мы по крайней мере видим, что у него здесь есть плечи. То есть, вот, у нас вот это все это плечи. Ну, где-то вот здесь заканчивается. То есть, вот этого нет. то есть, ну, понятно. А у нас по факту, что получается? Вот, насколько мы низко сняли. Вот, нужно было поднять. И посмотрите, сколько вы пропустили. То есть, вот так было бы лучше. Теперь, если бы, допустим, вы сдавали бы мне это просто, там, на занятиях, я сказал, да, окей, то есть, свет поставили, все хорошо. Ну, немножко прорабатывайте какую-то, я не знаю, эмоцию. Ну, допустим, что это значит? К примеру. Я понимаю, можно сейчас до любого снимка докопаться, а что этот снимок значит? А что тут? Не забывайте хоть какую-то, дать не то, что, ну, маленькую, не то, что художественность, но здесь по факту, я вижу, что это было просто снято. Он улыбнулся, вы нажали на кнопку. А как же проработать образ? Вот такую фотографию сделать очень легко. То есть, искусственная улыбка, ну, вот так вот, давайте сфоткай, ну, давай, все, нажав на кнопку, все. Она слишком простая, эта фотография. То есть, вспомните наше занятие по психологии, как образ проработать, как взгляд проработать, то есть, вот это очень важно. такой момент, для чего, то есть, зачем вообще в кадре вот эти, вот этот вот материал? Нафига он тут нужен? Тем более, вот такая эта вафля. Нафиг она нужна? Было бы лучше, чтобы вообще ее не было. Лучше пусть он из темноты выглядывает, и это в сто раз было бы лучше, чем вот эта вафля, у которой есть еще вот, вот здесь вот, вон замятина какая-то, вот здесь вот это идет. Зачем? Нафига? Можно было сразу снять без вот этой вафли. Моя рекомендация это переснять. И попробуйте, дайте ему какой-то более брутальный вид, что ли. Не просто, а, давай, улыбнись, я просто так снимаю. М-м. Снимаем именно, чтобы это было круто, а не, лишь бы снять. И не забываем про то, что, ой, сколько можно с этим, с вами со всеми бороться, с вашими хаво-юллары. Для тех, кто не за счет такой, это местные авиакомпании. Студенты, когда мне сдают такого рода работы, я всегда их ругаюсь за вот этот вот воздух, потому что этот воздух потом все в фотошопе начинают вот так вот обрезать. Где? То есть, вот. А зачем это обрезать, если можно сразу фотографировать, ничего не обрезая? И как раз, если бы мы не обрезали, то у нас как раз вот есть место для плечей. То есть, снимок должен был быть вот такой. О, как Дэдпул. Вот такой должен был быть. Вот. Вот это было бы лучше. Я бы только докопался бы то, что нужно как-то подойти было с эмоцией, чтобы не просто была просто как-то дежурная улыбочка. Поэтому переделайте. Следующий наш снимок, значит, камера Nikon D7500, значит, диафрагма 5, 1,250, ISO 100. Итак, если бы это был бы урок, то окей, я сказал бы. В плане того, то что, ну да, вы отрабатывали схему по Рембранту или Рембранту, как он там был, но у нас же сейчас творческая задача. То есть, что-то сфотографировать. Не просто лишь бы участвовать и что-то сфотографировать, а действительно что-то сфотографировать, подготовиться к съемке. Поэтому же у нас есть дедлайн. Если бы я сказал бы, давайте сейчас, вот все, через 2 часа, ну хотя это тоже дедлайн 2 часа, но у нас же там больше дедлайн. Что за 10 дней или сколько у нас там был дедлайн, нельзя было что-то придумать. Можно же было даже из группы кого-то сфотографировать. Поэтому нужно переснять, такое не пойдет. Еще раз говорю, не нужно скидывать работы только потому, что их нужно скинуть. Только потому, что если кто-то не скидывает, то вылетает из группы. Потому что, ну опять-таки, смотрите, ну вот это же палево, вот эти вот. Это какое-то искусственное винетирование, вот это вот пересвет. Зачем это нужно было делать? Нафига. Потом снизу что-то вот это вот синее отражается. Вот. Как будто вы фильтр поставили. То есть вот. Зачем? Вот я сейчас уберу, чтобы все видели. Нафига. Еще плюс ребенок мокрый. Лицо мокрое. Потом, ну даже элементарно, вы же ретушь у меня прошли. Вы же вроде проходили у меня ретушь. То есть вот это вот. Можно же было это все дело убрать. Потом такой жесткий источник освещения. Вы какой-то LED-лампой что ли светили? Непонятно. Поэтому такое не пойдет. Смотрится это не очень все дело хорошо. Поэтому давайте переснимайте. Потому что такое, ну это не пойдет. и готовьтесь к съемкам нормально. Вот к следующей игре обязательно готовьте. И переснимите мне нормально вот этого ребенка. Следующий наш участник камера Canon 200D. Значит это у нас тот самый 50 мм 1.8 диафрагма 2 1.125 выдержка ISO 100. Так. Ну давайте смотреть. Во-первых где наш фокус? Фокуса нету. Фокус где-то такое ощущение что где-то он гуляет. Непонятно. Непонятно. Вроде бы даже как будто бы есть фокус но какой-то он непонятный. Ваша же прошлая работа там то же самое было. Если бы мы сейчас еще раз проходили бы тему то есть схема сфеми Парембрандт и вы мне скинули бы домашку я бы вам слова не сказал. Ну давайте этот какого-то поим творчества. как-то не просто улыбнулся либо еще что я не знаю какую-то эмоцию дайте. Как-то подойдите к съемке по-другому. Потому что опять-таки вот это для вас вот это сфотографировать это очень просто. Это просто ну действительно я же поймите я когда комментирую работы я прекрасно понимаю уровень студента который сдает мне работы. я прекрасно понимаю когда он может лучше когда он сделал хоть как-то но он может лучше и допустим если бы мне бы вот такого рода работы сдавали бы студенты которые вообще ничего не умеют я бы сказал о классно уже на ты на том пути уже здорово давай еще но когда мне сдают студент которые и так это сдавали но где рост это одно и то же получается поэтому как-то проработайте немножко немножко по-другому подходите опять вот сзади мятый фон прогладьте фон если сейчас снимок перевести в чб и то поинтереснее будет смотреться чем просто в цвете касательно цвета у вас баланс белого обратите внимание какой он у вас все это уходит то есть какие-то красные то есть вот если я сейчас буду брать цвет я же уверен майка же у него она белая а здесь видите вот куда это все уходит то есть вот я вожу прям и соответственно то же самое и на лице поэтому в чб во-первых смотрится лучше но это не выход снимать с неправильным балансом белого сразу говорю это не выход если бы это сдавал мне просто начального уровня студент я бы сказал ок работаем дальше вам же говорю что давайте более серьезнее подходите пожалуйста к съемке и как-то более продуманно а не просто сфотографировать потому что это и так просто для вас следующий наш участник камера канон значит 1300d объектив 50 миллиметров 1.4 значит диафрагма 5.6 выдержка 1.200 ISO 200 вопрос зачем вы подняли на ISO 200 вот зачем вот я вам так скажу по статистике по статистике многие забывают что нужно поставить ISO 100 вот 200 стояло а давай на 200 сниму редко кто поднимает ISO на 200 только потому что там нужно было ему поставить ISO на 200 а не только потому что там у него оно тупо вот вот так вот оказалось поэтому вот вам такой вот вопрос и я понимаю что вы этот момент упустили теперь что это за такое вот томное такое вот что это такая девочка какая-то томная уставшая я не вижу какой-то я не знаю проработанный образ я вижу что замученного ребенка которого вы посадили неужели нельзя было добавить сюда бликов ведь вы же знаете что если нету бликов томное лицо становится я понимаю что глаза опущены вниз но не опускайте тогда глаза вниз я понимаю что да можно поставить это что-то снизу здесь будет вот так отражаться но если у вас томный взгляд лица сам по себе это же ребенок а у вас тут томный взгляд то есть поймите я не пытаюсь сейчас для слушателей зрителей которые немножко не понимают о чем я говорю то есть я не пытаюсь вешать клише что ребенок должен быть счастливый но он здесь никакой здесь нет эмоций он просто уставший сидит мама ну ты че ну ты скоро а то я уже устала вот так это и выглядит потом даже если уже докапываться то есть вот этого то есть вот эти вот какие-то вещи нафига моя рекомендация пусть ребенок смотрит в данном случае на нас то есть на нас и у него будут видны блики и добавьте ему нормально то есть ну пусть нормально будет эмоция не хочет ребенок фоткаться не фоткайте его не заставляйте еще раз говорю я понимаю да нужно участвовать в игре но а толку от такой работы вы свое время зазря потратили и ребенок бедный сидел поэтому если что-то снимаете снимайте так чтобы и вам было круто в этом плане и снимок хороший был и соответственно не нужно было ничего переделывать поэтому вот такая вот рекомендация а вот это вот что такое блестящее это какое-то стекло ну что пыль нельзя было протереть то сами себе усложняете жизнь так что давайте-ка переделывайте так следующий наш участник значит у него фотоаппарат Nikon D7000 диафрагма 8 выдержка 1160 ISO 100 вы знаете я этот снимок сразу заметил и он очень похож на какую-то как будто это пленочная фотография каких-то там восьмидесятых и плюс как будто это реклама какого-то кодек вот прям не хватает сюда плашки кодек я не знаю почему у вас получилась вот такая вот работа между прочим от вас это очень редко когда можно увидеть портретные работы теперь поговорили о хорошем давайте теперь буду докапываться во-первых меня сейчас волнует вопрос почему вот здесь блик у нас давайте я красный вот поставлю вот так вот почему здесь блик какой-то синеватый а здесь красноватый то есть вот и вот это как так вот непонятно за этим нужно следить в целом сама по себе работа еще раз говорю она такая как будто восьмидесятые какие-то в целом прикольная этот мишка еще вот эта прическа вот классная работа прикольная но я бы еще бы здесь само по себе в этой работе немножко добавил бы яркости потому что она какая-то чуть-чуть тусклая вот капельку вот просто не переборщить касательно воздуха над головой да я бы чуть-чуть бы его тоже капельку я бы его убрал вот просто совсем капельку немного и здесь я даже по сути и до него не докапываюсь вот ну думаю вот нет много вот просто капельку в целом работа мне понравилась она хорошая просто вот эти ляпы которые есть их нужно подправить обязательно подправьте я говорю в данном случае про вот эти вот разные блики ну и немножко яркость совсем чуть-чуть вот просто капельку ее не должно быть много вот просто просто капельку и соответственно немножко поярче блики в глазах в целом работа прикольная мне нравится следующий наш участник Nikon D5100 объектив 20 нет не 20 18-105 было снято вот непонятно на каком на 52 или на 78 вот здесь вот что-то не пойму значит диафрагма 5 ISO 250 так давайте смотреть во-первых уважаемый студент зачем вы фотографируете то то что вы еще не прошли то есть по сути тему пленэр вы еще не прошли зачем вы пошли снимать на улицу да по сути то что мы с вами прошли вот это студийного по сути это хватает чтобы снимать на улицу но вы еще эту тему не прошли и соответственно непонятно поймите еще раз одно учитывая вашу активность в группе да учитывая вашу активность в группе я вижу что вы просто это скинули потому что это нужно скинуть а не потому что вы это прорабатывали вот вы шли утром в школу или там забирали ребенка со школы а давайте быстро сфоткал мне нужно скинуть на игру а вот все сфоткал где творческая составляющая то есть я вижу что это мама просто взяла ребенка со школы просто щелкнула и скинула мне в группу это не пойдет, потому что вот эта пыха в лоб, да, здесь нет какого-то пересвета, нет, ну недосвет тут есть, само по себе, но какой мне сейчас смысл разбирать вот эту работу, если она снята лишь бы, чтобы сфотографировать, то есть лишь бы, чтобы сдать. Вот какой смысл? Нет никакого смысла, потому что здесь нет никакой проработки. То есть я даже вам рекомендацию никакую не могу дать, потому что, во-первых, эту тему не прошли, а во-вторых, вы просто скинули, чтобы что-то скинуть. Вы лучше снимайте то, что мы прошли и скидывайте такого рода работы. И опять-таки, я уже какой раз об этом повторяюсь, ребят, если вы участвуете в нашей игре, участвуйте и подходите к этому творчески, а не просто потому, что если вы не скинете, вдруг вас удалят из группы. Это очень важно. Так, что-то я заболтался. Значит, следующий участник, значит, Nikon D500, диафрагма 7.1, выдержка 1.100, ISO 100. Окей. Так, ну, что могу сказать? В целом, в целом, в целом, как бы хорошо. Единственное, что вот здесь вы резкость нарастили, прям сильно я вижу, немножко too much. Можно было это сделать поменьше. Сейчас где? то есть, в глазах резкости вы слишком добавили. В целом, как бы нормально. Конечно, немножко такой вот спорный момент касательно насколько нужно было обрезать руки. Вот здесь немножко спорный момент. Нужно ли было это делать? я уверен, у вас есть снимки, где вы руки не обрезаете, и я думаю, они смотрятся тоже хорошо. Но при этом, я прекрасно понимаю, что порой бывает такое, что руки смотрятся очень некрасиво. И приходится либо прятать руки, либо снимать так, чтобы изначально не было рук. Но, учитывая, что это ребенок, я думаю, здесь было бы с руками лучше. Но и при этом сейчас я не могу так сильно докопаться касательно того, то, что сейчас здесь обрезано. Я бы, конечно, сильнее докопался, если бы рука в данном случае была бы вот эта часть рубашки, если бы не было бы руки и рубашка только была бы. Вот тут бы я бы докопался и сказал, а где рука? То есть, похоже на какой-то хобот, а тут в целом как бы норм. В общем, работа прикольная, ничего такого я про нее плохое сказать не хочу и не буду. А хотя сразу все о, что там? Я бы немножко добавил бы контрастность и чуть-чуть бы добавил бы по яркости. Чуть-чуть. Но при этом вот капельку проработал бы только так, чтобы это было на лице. Только на лице. Сейчас. ну и понятное дело немножко вот здесь. Ну и давайте сравним. То есть, вот чуть-чуть бы да, да, вот я бы вот это вот поправил бы. Ну, я считаю, поправил. Вот так, смотрите, покруче. То есть, здесь немножко темно, плоско, а тут уже как-то выделяется само по себе. Если, конечно, переборщить. Не, ну здесь даже и сейчас я не переборщил. Ну, думаю, вот даже вот нормально. Переработайте чуть-чуть вот этот вот момент и тоже скидывайте. В целом, прикольный снимок. Следующий наш участник значит Nikon D7500 значит 35 мм 1.8 объектив диафрагма 9 выдержка 1.125 ISO 100. Ну, давайте глядеть. Итак, во-первых, немножко сложновато снимать черное на черном, если, допустим, нету монитора, который полностью вам все покажет. Вот сейчас немножко получается так, то что вот кроме лица ничего не видно. Если, допустим, у вас монитор не контрастный, то у вас как будто бы будет норм. Если монитор контрастный, то, соответственно, выглядит это очень-очень темно. поэтому немножко сложную вы себе поставили задачу, но если бы изначально вы сфотографировали и при этом вот одежда была бы видна, то было бы, еще раз скажу, гораздо лучше, чем полная темнота. То есть, здесь вообще темно, я ничего не вижу. Вот так вот уже стало посимпатичнее. То есть, ну вот, какой-то есть свой предел. Понятное дело, что я здесь немножко попал на лицо, то есть на лице не должно быть. Вот, что здесь не хватает на этом снимке? Во-первых, снимок, вот даже посмотреть на оттенок лица, он очень, очень какой-то однотонный, плоский какой-то. Даже цвет глаза с цветом лица одинаковый. Здесь каких-то нету как будто переходов. Учитывая, что я вижу схему по Рембранту вы поставили, но очень теневого рисунка вообще почти нет. То есть, вы либо высветлили эту тень, либо вы ее что-то заполнили, но я не вижу того, чем можно здесь заполнить. И вот это вот смотрится не очень. Потом, если сейчас посмотреть, скажите мне, а где фокус? А фокуса-то нет. Фокус у нас вот здесь. Вот он. Фокус у нас убежал. Для меня очень странно и удивительно, что когда вы ретушировали этот снимок, вы этот момент не заметили. Вот же фокус у нас. Вот он. Вот здесь. Но я не вижу вот здесь. Мутно же. Абсолютно мутно. И посмотрите тоже на глаза. Вот. У глаз тоже есть как его? Вот он. Такой красноватый. Как и кожа. То есть, почти в одном и том же этом находится. То есть, вот. Смотрите. Вот сюда, если смотреть. То есть, вот цвет глаз. То есть, вот. И вот цвет кожи. Он в одном этом находится. Что очень странно. Так не должно быть. Я не знаю, почему вы выбрали именно вот этот источник освещения. Я вижу, еще вот сверху есть. Моя рекомендация переснять снимок. И учитывайте Рембрандта, ну, или бабочку, или что, как вы снимаете. Но это не должно быть вот так вот в какой-то темноте. то есть, вот. Здесь кроме лица, вот то, что я сейчас вижу, а я сейчас смотрю на двух мониторах. Кроме лица, вот здесь я ничего не вижу. Здесь темнота. То есть, вот более-менее что-то появилось. Уже даже стало смотреться получше. Вот. И, ну, в общем, рекомендация вам ясна. И не промахивайтесь по фокусу. Это у вас же, какая там была диафрагма? Диафрагма 9. Вы на 9 по фокусу промахнулись. То есть, ладно, если бы вы снимали на 2,8 или на 1,8, я бы еще понял бы. Но здесь же на 9, как можно промахнуться на 9? Учитывайте эти все моменты. И когда ретушируете, в первую очередь обратите сами внимание на вот эти элементарные вещи касательно промаха по фокусу. Поэтому переделайте. Следующий наш участник Fujifilm XT3. Диафрагма получается 8, выдержка 1,160 ISO 160. Вот я помню, вроде бы у вас минимальная рабочая базовая ISO было 200, что ли, или 160. Я сейчас что-то такое, по-моему, у нас с вами был разговор. Это еще в общей группе мы говорили. Ну да ладно. Первое. Что здесь, значит, меня отвлекает на этом снимке? Меня отвлекает то, что здесь у нас вот самый яркий, один из, ну вот, яркая часть. То есть, здесь же все и так белое, а вы вспышкой светите, здесь еще белее, и получается, это все сильно бросается в глаза. При этом лицо уходит у нас на второй план. в плане того, то, что оно какое-то неактивное становится. Поэтому, когда снимаете, либо ставьте флаги, либо уже сами вы должны понимать, как вы будете это ретушировать. То есть, когда вы снимаете. Потому что, если не учитывать эти моменты, то можно так наснять, что потом, блин, фиг исправишь. То есть, элементарно, вот смотрите, я немножко притемнел. Видите, сейчас оно уже не бросается в глаза вообще. А лицо, лицо, я немножко осветлю. То есть, вот. В целом, даже можно и здесь затемнить. А вот здесь приподнять. Также, немножко не хватает яркости, ну, как яркости, немножко не хватает света на штанах. Или как это называется правильно? Не знаю, как это называется. То есть, вот здесь немножко не хватает. Чтобы не было такого, что вот только вот эта часть торчит, остальное все в темноте. Да, я понимаю, что здесь пол, все дела, вот, нет, пол сейчас некрасиво смотрится, мне не нравится. Но чуть-чуть аккуратно можно было вытащить. Потом, вот она сейчас держит меч. А почему бы не сфотографировать немножко по-другому? То есть, поставить, допустим, какой-то источник освещения куда-нибудь, куда-нибудь, сейчас я на новое буду рисовать. Поставить источник освещения где-нибудь, как бы, вот сбоку, так, чтобы он немножко попадал на лезвие. Вытащить лезвие больше и сделать так, чтобы на этом лезвии было больше света, то есть, блик был. Вот это было бы очень красиво, чтобы лезвие больше горело. немножко жалко то, что шлем, или как он называется, он немножко в темноте. Я бы добавил бы сюда немножко яркости и какой-то акцент на него, что-либо, я поставил бы. Как-то, может быть, где-то вот здесь бы поставил, либо еще что. Вот. Да, на самом деле, вот здесь, вот сюда, что-либо, я бы поставил вот с этой стороны. Вот он сейчас просто начал выделяться, он лишний стал, а вот сейчас он не выделяется. Что-то как-то нужно было вам немножко и там обыграть. Красиво было бы, если бы еще бы контровые у вас там были бы источники освещения. Вот я сейчас подниму вообще, где вы снимали? Красивее смотрелось бы, на самом деле, если бы контровой источник освещения стоял бы здесь. Честно, было бы получше. Сейчас в целом как будто бы нормально, но сейчас я вот так объединю новый слой. Ну вот вам разница. То есть, на себя берет рукав, а теперь все, на себя он не берет, вот так получше. Контрового не хватает, действительно. Либо нужно было как-то по-другому чуть-чуть снять, чуть-чуть по-другому. Изучите вот эти снимки, я уверен, очень много разных таких снимков, ну вот с этим мечом и так далее, или как это называется. Просто соберите всякие скетчи, скиньте в группу и попробуйте еще раз снять. С удовольствием мы за этим понаблюдаем. Следующий наш участник, значит, камера 6D Mark II, диафрагма 2.5, 1.125 выдержка, ISO 100. Значит, значит, значит. Ну, во-первых, немножко фейково смотрится вот это вот какое-то винетирование, которое вы сделали, оно очень жесткое. То есть, вот, прям видно, что вы его искусственно там накрутили. Что делать было не нужно. Во-вторых, снимок смотрится, во-первых, тускло, во-вторых, он смотрится плоско. Не хватает именно теневого рисунка. Вот прям не хватает. Значит, вы добавили шум. Так, еще раз, какой у вас было ISO? ISO 100. Окей, творческий, значит, добавили. Вот, опять, ребят, когда вы добавляете шум, задайтесь вопросом, а нужно ли это там? Что это даст? Вот, и если опять смотреть, ну, все детали съелись. Я же на уроке, когда показывал, когда я шум добавляю, я добавляю это так, что это не вредит, это наоборот как-то подчеркивает. А здесь, получается, смотрите, здесь у нас выходит так, то, что шум, шума много, то есть вот, его много, а вот здесь почему-то его мало. Вот здесь его тоже вот, прям кусочка какого-то нету, что само по себе, вот здесь его поменьше, вот здесь как-то очень-очень странно все это дело смотрится. Не всегда нужен шум, запомните это. А если добавляете, регулируйте этот шум, не добавляете, лишь бы добавить. Вот, касательно опять то, что здесь не до свет, да, здесь прям не до свет, хочется поярче лицо, чтобы оно не прям так, как здесь, то есть чуть-чуть поярче, и не хватает теней. То есть, получается, вот, не хватает, чтобы была тень. Просто сейчас похоже, что снимок, он, тени все оттуда вытащили, вот, и оттуда появляется такая, какой-то вот плоский какой-то снимок и очень сильно выдает то, что вот это искусственное вот это вот винетирование, то есть, которое я показал, вот это, оно очень сильно выдает. Вот, я сейчас просто затемняю какие-то участки и тем самым само по себе уже объемнее становится. Опять-таки, если это был бы изначально чистый снимок, было бы гораздо проще давать этот объем. учитывая, что он там был, вы его просто выбелили. Но даже сейчас, если посмотреть, видим, насколько снимок стал объемнее. Вот так плоско, вот так объемно. Не редушируйте так, потому что я-то примерно же, ну, я же видел, вы же скидывали, как вы фотографировали? Во-первых, вы там снимали с недосветом, вот, и даже с недосветом было бы как-то получше. Поэтому, вот так лучше, чем вот так. Моя рекомендация вам, переделайте, а если есть возможность, переснимите. Но я больше чем уверен, у вас есть там снимки, нормально, вы просто правильно сортируйте и правильно отретушируйте. Не забывайте, пожалуйста, скидывать это в группу, чтобы мы этот момент, ну, помимо меня, чтобы все остальные тоже заценили. И не делайте вот это, вот это искусственное винетирование, когда оно там чрезмерно. Прям, прям сильно видно, что вы его там намутили. Вот я его более-менее сейчас скрываю, и то надо над ним работать. Снимок был бы гораздо лучше, и, ну, покруче был бы без вот этих вот. Следующий наш участник, значит, камера 550D Canon объектив Sigma 1750 была снята на диафрагме 5.6, 1.125 выдержка ISO 100. Итак, первое, что мне не нравится в этом снимке, он получился какой-то плоский, я не вижу объема, и он получился недосвеченный. Зачем так нужно было снимать? Потом такое ощущение, что как будто вы фон затемняли, то есть, как будто кисточкой прорабатывали, и плюс сзади вас, сзади вас, да, вот, да, прорабатывали. Синяя какая-то ткань, да, бок с этой тканью. Здесь мне не нравится, во-первых, вот этот вот, маленький вот этот вот источник света, у вас же есть вспышка. Почему вы не использовали вспышку, и почему вы не использовали через наш любимый рассеиватель? у вас получился сейчас снимок очень какой-то мутный, нету детализации, он какой-то мыльный. То есть, вот, и еще раз говорю, здесь мне не хватает, во-первых, здесь не до свет, мне не хватает яркости, вот я сейчас подниму яркость, здесь та же самая, считай, ошибка, как и в предыдущем комментарии. то есть, вот, я поднял яркость, и, соответственно, сейчас еще вот, вот так вот затемню. То есть, вот здесь мне, получается, не хватает теней, то есть, вот, и вот этот вот непонятный какой-то синий фон. понятное дело, что сейчас это выглядит так же не очень хорошо, потому что снимок сам по себе он уже какой-то выжженный получился. Вот, а само по себе, ну, плохо. Нужно переделывать. И, ребят, касательно, вот я всем вам говорю, очень стремно, когда вы, вот вы что-то сняли, вы не прослушали ваши ошибки, вы бегом бежите, загружать вашу работу в сеть. И, соответственно, ну, там же эти ошибки. Поймите одну такую вещь, это я сейчас всем говорю, вы второй раз первое впечатление не сможете, как это, воспроизвести. Как вы это сделаете? Если в первый раз вы скинули такой грязный, допустим, снимок, еще раз говорю, всем говорю это, а второй раз вы будете скидывать, сразу будет очевидно, что, блин, первая-то фигня была, а вас там уже похвалили, и когда вас хвалят на ваших плохих снимках, вы сами себе ставите какую-то планку, где вы понимаете, а, можно вот так вот снять, и, соответственно, меня похвалят, и значит нормально. Ни в коем случае так не делайте. Вы лучше дождитесь, я прокомментирую, вы увидите ошибки, вы переделаете, и, соответственно, загрузите работу, где у вас очень все круто, нежели вы загрузите с ошибками, а потом будете переделывать, а потом не каная загружать, потому что первая-то лажа, а вас похвалили. Поэтому работу нужно эту переделать. Используйте, пожалуйста, вспышку, используйте нашу самодельную фростраму, следите за пересветами и недосветами, и следите, пожалуйста, за объемом. Это очень важно, потому что вот так вот, это очень темно, просто очень темно. И на курсе постобработки мы с вами говорили, и очень много говорили касательно мониторов и так далее. Я сейчас не говорю, чтобы вы шли покупать, но хотя бы на сотом телефоне смотрите, сравнивайте. Вот на всех устройствах, что есть, откройте, посмотрите, и вы увидите одну и ту же проблему. Плюс же у нас же есть с вами группа. Почему в группе никто не написал, что темно? Вот выпишу в группу люлей о том, что чего вы боитесь говорить? Господи, ты боже мой. Поэтому переделываем работу. Следующий наш участник, камера, значит, 80D, объектив 85 мм 1.8, было снято на диафрагму 6.3, выдержка 1.125, ISO 100. Так, и что это такое? Вот давайте отвечайте мне, хотя как вы мне ответите. Во-первых, весь снимок замыленный. То есть он весь, полностью у вас замыленный. Зачем вы замыливаете снимки? То есть мыло мыльное. Я вижу, что вот здесь, вот именно вот здесь, вы искусственно как это затемнили. То есть вот. Вообще, когда я издалека посмотрел, я сначала не понял, что это такое. Даже если я сейчас начну рисовать вот тело, вот оно идет, а вот это что? Это какой-то... Вот это что? А это что? То есть вот это что? Непонятно абсолютно. То есть сдалека смотришь и не понимаешь, что это такое. Она... Это что, джинн, который вылез из лампы? Который вот такой какой-то струей? Вот так вот что ли вылез? Это же как-то странно. Во-вторых, я не знаю в каких уже. Вот это вот. Зачем вы затемнили? Видно же. Очень сильно видно. Также видно, то что волосы у вас замылены. Здесь везде одно мыло. И я вижу, что вы это вырезали. То есть прям яркие вот эти вот... Прям такие контуры. Что за методы ретуши? Я же такому не учу. Нафига это нужно? То есть если бы я бы этому учил бы, я бы еще как-то промолчал бы. Но я же этому не учу. И вот я сейчас даже смотрю. А, вот она как стоит. То... Это получается же джинсы. То есть получается как-то вот так идет. Вот ноги. Это же тоже момент нужно учитывать. Во-вторых, я вижу вот вашу проработку. Вот она. Вырезание ваше. И при этом видно... Полностью все видно, в общем. Такое не пойдет. Вы здесь что? Хотели разгладить рубашку? А почему рубашку нельзя сразу было одеть глаженную? Или не знаю. Здесь был пересвет? В общем, такого рода работа не пойдет. Я такому не учу. Я за такое ругаю. Поэтому давайте, переделывайте эту работу. Такое, такое не пойдет. Итак, следующий наш участник. Камера 80D. Объектив Sigma 1750. Было снято на диафрагме 2.8. Выдержка 1.200. ИСО 100. Давайте поглядим. И так. Вот вам теперь такой вопрос. Вот вы же у меня прошли тему планера. Уличное освещение. То вопрос, зачем вы... Почему вы совершаете элементарные грубые ошибки, про которые я рассказывал, чтобы вы не совершали? То есть это вот. Почему свет падает отсюда? Почему вот это вот все в пересвете? То есть это вот это все. Зачем оно здесь? Ведь вы же прошли эту тему. Я же на курсе учу именно так, чтобы вы именно так вот не снимали. Когда вы научитесь вот так вот, чтобы у вас не выходило, то, соответственно, когда вам нужно, вы специально это сделаете. Ведь вот именно вот так вот может снять любой. Тот, кто вообще ничего не разбирается, он вот лишь бы туда поставит. Вот просто получилось, а ему наплевать, что здесь вот на волосы попадает свет зачем-то. То есть он даже это не знает. Но вы же у меня занимались. И элементарно. Вы же даже проходили схемы освещения. То есть у нас было занятие по студийному освещению. То есть вспомните, пожалуйста, тот момент, что модель центра циферблата, куда мы ставим рисующий, куда мы ставим кондровой и так далее. Это называется фото туриста. И для меня вот это, я такое не принимаю. Поэтому вам задание пойти и нормально сфотографировать. Вот такое лишь бы сфотографировать мне не пойдет. Если у меня до этого студент скинул ребенка только потому, что нужно снять, и он снял там где-то, он еще даже не знает, это одно. Ну а здесь, получается, вы эту тему прошли. С вас спроса больше. Но при этом это все то же самое. Вы скинули, лишь бы участвовать, а не продумали снимок. Поэтому переделайте, нормально снимите, это не пойдет. Следующий наш участник Canon 60D, объектив 18-135, было снято на 106 мм, диафрагма 5,6, одна 320 выдержка, ISO 100. Ну давайте-ка посмотрим. Мне нравится, как вы в последнее время начали тонировать ваши работы, в этом что-то есть, но не перебарщивайте, пожалуйста, с это какого. Иногда вы когда тонируете, вы делаете какой-то недосвет. Я бы немножко, чуть-чуть, вот просто капельку, поднял бы по яркости, вот просто капельку. Но опять-таки, сейчас я немножко буду делать вам скидку касательно погрешности вашего монитора, может быть, вы это даже и не видите. А что мешало, допустим, поставить модель немножко вот сюда? Чуть-чуть, чуть-чуть, совсем чуть-чуть, то есть вот так. Чем вот так? И немножко убрать воздух над головой. Вот просто капельку. Я думаю, вот так снимок смотрелся бы лучше, чем вы его... Дайте я по-другому лучше его сделаю. Вот воздух над головой, я его немножко просто вот так вот увеличу. То есть вот так чуть-чуть. Собачка меня гавкает на фоне. Я думаю, вот так лучше, чем вы его сделали ровно как-то посередине. Сейчас мы фон... то есть вот. Я думаю, вот так получше. В целом, как бы норм. Просто немножко не знаю вашу техническую задачу. Здесь можно было бы даже сделать больше серийно. больше серийно. То есть сделать какую-то серию. Сказал, капитан очевидность. В общем, смотрю-смотрю на ваш снимок. В целом, как бы норм. Но не до свет. И вот немножко я его скадрировал. Вот вот так получше, как по мне. Чем вот так. поэтому обращайте на это внимание. я уверен, у вас это не одна фотография. Там есть серия. Не стесняйтесь, киньте серию. Серии будет интереснее посмотреть. Следующий наш участник камера 90D. Значит, ISO 400, диафрагма 4, 1,125. Объектив у нас 85, 1,8. Ну, давайте смотреть. Во-первых, вопрос сразу же. Зачем ISO 400? Если допустим, вы же снимаете где? с каким-то светом. Вот он. Что, мощности не хватает, чтобы снимать на ISO 100? Вот вопрос. Так, еще раз посмотрю параметры. Теперь. Понятно. Касательно, касательно, касательно. Немножко не проработан этот снимок в плане того, то, что вот что на ней одето, я не пойму. Это какой-то халат? Это похоже, как будто бы какой-то халат. То есть, это снимок что? Домохозяйка дома с халатом? Что-то вот просто там позирует? Непонятно. Снимок выглядит немножко недосвеченным. Снимок выглядит немножко желтым. То есть, во-первых, немножко он недосвечен и можно поправить его ББ чуть-чуть, немного, но опять-таки в джепешке это прям сложноватенько и некрасиво выходит. Ну-ка. и на планшете неудобно вот так вот. Вот если сейчас сравнить. То есть, у вас изначально был недосвет. Потом, мне не нравится вот эта какая-то часть. Локоть очень какой-то острый. Можно было бы как-то по-другому обыграть. Потом, само по себе немножко вообще непонятно. То есть, что это за поза? Почему именно она? То есть, вот палец торчит. Вот эта часть какая-то, она слишком острая. Вот я недавно рассказывал вот в этом видео про фактологов касательно того, что, сфотографировать на фоне. Также есть фактологи касательно поз. То есть, ну, поставь просто руку за голову. Вот модель поставил. А зачем она вот ее то поставила? Поставь, вот схвати вот здесь вот, поставь вот сюда на грудь. Ну, хорошо поставил. А зачем она туда поставила? Вы давайте какие-то на самом деле задания, чтобы они там действительно их делали. То есть, я не знаю, поставь руку за голову, схвати там, я не знаю, там как-то пальцами пролезь там в волосы, а не просто держи, потому что у модели нету задачи, что делать с этой рукой. Дайте задание этим рукам. Пусть модель что-то делает этой рукой. И, соответственно, это будет выглядеть как-то живым. Вот. И я понимаю, вот я сейчас вот смотрю, смотрю, я вижу, что мне не нравится. Мне не нравится вот это вот. Вот видите, она как прямая, она как шкаф. Вот мне вот это не нравится. То есть, здесь не видно какой-то талии, что ли. Да, на самом деле, вот немножко не хватает талии. Здесь слишком как-то всё это плоско, и не хватает даже какого-то объёма. То есть, здесь не хватает на самом деле какой-то талии. Если была бы немножко хотя бы она, осанка вот эта вот, ну, было бы получше. И раз уже вы начали оголять плечи, ну, оголяйте плечи. Зачем вы их чуть-чуть показываете? Смысл тогда от этого? То есть, если вы одеваете носки, вы же одеваете до конца носки, не просто там на пальчике одели и всё. То же самое здесь. Если хотите показать плечо, ну, покажите его полностью. Но, ещё раз говорю, здесь наряд, он похож, как будто бы, не знаю, это как будто бы халат. Вот это, как будто бы, как его, не ремень, я забыл название. Пояс. Мне даже сейчас пришлось воспользоваться поддержкой зала, для того, чтобы подсказали, как эта штука называлась. Короче, пояс. Вот даже сейчас видно, что это как будто здесь какой-то пояс, как будто это халат. Немножко непонятно эта съёмка. Вот. Перед тем, как ещё раз снимать, продумайте идею. Если это какая-то домохозяйка, то снимайте её как-то, ну, как это, в реквизите, где показывают, что это домохозяйка, а не просто на белом фоне. Потому что здесь ни туда, ни сюда, ни какой-то, какой-то странный халат и какое-то странное галёное плечо, какая-то странная острая рука, какая-то, как-то нету талии и просто держится зачем-то за волосы. Непонятно. Поэтому прорабатывайте ваш, вашу съёмку и ваш образ. Следующий наш участник. Камера 6D, 85, 1.8 объектив. Это было снято на диафрагме 3.2 1.160 выдержкой со 100. Ну, давайте поглядим. В целом, смотрится, могу сказать, снимок не чёток, прикольненько, объёмненько. Единственное, вот сейчас, что мне уже не нравится, то это вот, вот это. Оно даёт грязь волосы. Потому что само по себе видно, что как будто бы здесь всё чистенько. вот, но грязь, вот это видна. И плюс такое ощущение, что как будто её тянули, её нужно исправить. Вот именно вот это вот. Потом бросается в глаза вот эта часть. Это что такое? Вот это вот. Вот. Сейчас я выключу. Прямо ровная линия. Да, я понимаю, что это тень, но она здесь смотрится, как будто это, это как его, лифчик, одет, какой-то полупрозрачный, либо ещё что. Вот это в общем мешает. Я бы на вашем месте вот это как-то, этот как его вытянул бы. Теперь, идём дальше. Если вот теперь смотреть на кожу, а вот тут, конечно, у нас беда. Беда в плане того, то что она какая-то перешарпленная и как будто бы чуть-чуть замыленная. Вот. Особенно вот здесь я вижу, как вы искусственно вот здесь вот прорабатывали. То есть вот здесь жёсткая кисточка, а вот здесь вот оп, что-то не то. Прямо вот оно. Сейчас в данном случае проблема немножко по ретуши здесь. Я бы хотел, чтобы вы, да не то, что хотел, я прям настаиваю, чтобы вы этот снимок переретушировали. Для того, чтобы он был получше. В целом, идея прикольная, но ретушь чуть-чуть здесь хромает. И знаете, что я думаю? В целом, тоже было бы хорошо, если бы она стояла вот так. То есть вот. Обратите внимание, сколько, то есть вот и вот. Вот так было бы лучше, если бы ну, композиционно она была бы там. Посмотрите, если у вас снимки, где композиционно модель стоит именно то есть в этой позиции, было бы прикольней. Даже если просто взять и ну, нарисовать, чтобы было видно по пятну. то есть вот прям вот сейчас побольше сделаю. То есть вот примерно. Да, было бы лучше, если модель бы стояла здесь. Даже, ну, окей, можно ее чуть-чуть обратно подвинуть. Вот капельку. Просто капельку. и тогда вот это подвину. Было бы, да, лучше. Я уверен, у вас есть снимок такого рода. Если нет, то, конечно, печалька, потому что сам по себе идея, она прикольная. Но можно ли вопрос кропом это сделать? Вот я сейчас, допустим, сделаю. Что у нас получается? у нас получается, ведь как вы заложники становитесь. У вас получается, вот здесь слишком обрезается, рука слишком обрезается. Опускаю ниже, то рука становится некрасива. Сам по себе снимок нормальный. То есть, ну, вот так хотелось бы. То есть вот. Потому что слишком вот здесь не то, что много места, ее здесь мало. То есть ее нужно было сюда переместить. Немножко, чтобы она как-то вот где. То есть вот так, чтобы было вот. Так было бы круче. Но в любом случае переретушировать этот снимок, я его от вас жду. Следующий наш участник камера Canon 80D, объектив 85-1.8, диафрагма 5.0, выдержка 1.100, ISO 125. Так, давайте будем смотреть его тоже. так, ISO 125, ну, наверное, вам это прям так нужно было, потому что в этом плане я уверен, вы понимаете, что вы делаете. Так, что мне не нрав? Во-первых, обратите внимание, у ребенка, у вашей модели, лицо, вот представьте просто визуально, допустим, шарик с водой. Ну, или просто шарик, который, вот мы берем, и можем что, на него надавить, и он начинает удлиняться. И вот как раз у вас похоже на то, за счет того, что, сейчас вот здесь я прорисую, то есть вот, видите, вот этот участок шеи? Что ж такое-то? Неудобно. То есть вот, участок шеи, то есть вот он как идет, то есть вот, и вот это вот его часть. Похоже на то, что как будто она взяла свою голову, то есть вот прям за волосы, то есть даже видно, то есть не видно, пальцы их не видно, и получается, что как будто бы она схватила себя за волосы и потянула в эту сторону. И за счет этого у нее получилось так, то что ее лицо стало вот таким вот вытянутым, что очень-очень само по себе странно. Вот сейчас, я думаю, вы это тоже увидите. Почему так произошло? Потому что как раз-таки из-за вот этой части нужно было немножко ее обыграть. Вот. Касательно объема немножко выглядит плоско, потому что ну не видно теневого, никакого рисунка. Не хватает теней вот здесь. Если, допустим, вы их высветляли, ну не нужно было, нужно было наоборот, чтобы там они были. Ну вот проблема сейчас как раз именно с головой. То, что она у нас вытянутая. Вот так вот. Я думаю, все это видят. Я уверен, у вас есть еще снимки с этой фотосессии, и там есть хороший пример. И очень еще такой важный момент. Не всегда красиво смотрится, когда волосы вот так вот на глазах. вам ничего не мешало. Сейчас вот если так посмотреть, снимок хуже не стал бы абсолютно, если бы волосы проходили бы вот здесь, но не попадали на глаза. Ничего бы в этом снимке не поменялось в плане того, что он бы не потерял какую-то свою ценность, какую-то задумку, но он был бы лучше и он был бы чище. То есть вот это сейчас не очень смотрится. Само по себе то, что оно вот так вот попало. Сдалека, сдалека само по себе и не видно это. Ну а зачем тогда оно вообще там есть? Потому что если мы это приблизим, мы начинаем видеть вот эту кашу. Поэтому вот за этими нюансами пожалуйста следите. Не всегда хорошо, когда волосы попадают вот так вот на глаза. Это либо это нужно, либо это не нужно. Если вы хотите, чтобы на глазах попадали вот эти вот кудряшки, но тогда позаботьтесь о том, чтобы вот эти кудряшки только, ну они изолированные были, вот этой вот как бы вовасни, чтобы вот этой мелкой не было. И тогда будет норм. Поэтому вот такие дела. Следующий наш участник камеры 70D, объектив 18-135. Это было снято на диафрагме 10, выдержка 11-125, 11-125, ISO-100. Итак, вопрос, зачем вы снимаете пыхой в лоб? Зачем? Нафига? Ведь можно же очень крутой снять образ, если изначально фон будет у вас полностью в темноте, даже элементарно. Ну зачем вот это вот торчит? Вот нафига вот эта занавеска? Вроде какой-то такой крутой чувак, но с какой-то такой вот дешевой занавеской. Нафига? И обратить внимание, у него нету объема, объем же нужен. То есть где здесь хоть какая-то тень? Нет никакой тени. Почему? Потому что пыха в лоб. Не снимайте пыха в лоб. Мы же сколько про это говорим, сколько я вам постоянно делаю эти замечания. Равносильно, как и ваша работа, где вы сняли вот этот вот натюрморт, где там хурма или что там лежало. То же самое пыха в лоб. Зачем? Забудьте про пыху в лоб. Никакой пыхи в лоб. Мы должны работать так, чтобы у нас была светотень, светотеневой рисунок, а не заливать все. То есть да, есть специальные тематические съемки, где вот так снимают. Но вы так все снимают, поймите. То есть человеку не нужно учиться, чтобы снимать вот так вот. Это просто взял камеру, пыхой в лоб снял, все. Ему не нужно учиться, но вы же учились. И соответственно мне нужно видеть работы, где действительно я вижу, что вы как-то понимаете, что вы делаете, а не просто снимаете пыхой в лоб. Тем более на каком-то непонятном, ну что это за фон? Снимите, вот сделайте еще раз, пусть это будет черный фон. Поставьте Рембрандт или бабочку, сделайте, дайте ему хорошую эмоцию, потому что модель-то у вас фактурная сама по себе. И соответственно сделайте снимок. Я уверен, будет очень-очень хороший снимок. И очень такой важный момент, когда вы фотографируете опять-таки такого рода снимки, следите за тем, чтобы элементарно галстук, если он там есть, не был мятый, иначе это потом сидеть, вот это все, как это растушевывать, вот это все выпрямлять, зачем это надо? Поэтому, еще раз, вот берете эту же модель, переснимаете. Следующий участник камера Canon 60D, объектив Sigma 1750, было снят на 50 мм, фокусного расстояния, диафрагма 11, выдержка 1.250, ISO 200. И вот сразу же вопрос, зачем вы поднимаете на ISO 200? Я просто, ну, действительно, я не поверю, что мощности вспышки не хватит, чтобы вы сняли на ISO 100. Так пересветы же будут. Если мощность вспышки поставлю на все 100%, зачем ISO 200? Хорошо, чисто гипотетически, вот допустим, вот так, ну, случилось, вам не хватает мощности, вы подняли ISO 200. Ну, а зачем поднимать на ISO 200, если вы можете открыть диафрагму? Поставьте диафрагму 8. И соответственно, вот эта диафрагма 11, это здесь too much. Да и 8 хватает, чтобы поставить ISO 100. Еще раз говорю, ISO это самое последнее, что мы трогаем. А у вас оно здесь, я не знаю, зачем подняли. Да, 200 это не так страшно, но сам страшен, страшно то действие, которое вы сделали. Вот это нужно, чтобы у вас было четкое понимание. Теперь, если бы мы, еще раз, просто вы мне скинули это как домашка, я бы сказал, ок, но мы же не домашку сдаем, мы же как-то творчески прорабатываем. вот вы сейчас поставили модель, да, окей, вот вы одели ей наушники, окей, ну, а зачем, что это за образ, а куда она смотрит, вот вы одели ей наушники, ну, создайте тогда эту атмосферу с этими наушниками, пусть какой-то взгляд будет. Просто, вот она стоит на черном фоне, ну, и что вот эти розовые наушники, что это дает, что она слушает, чьи-то советы, что она делает, непонятно. посмотреть, кто из вас первый сдал работу с наушниками, это один у другого увидел и решил сфотографировать, ведь по сути, по сути, вы могли бы запросто сфотографировать вот без наушников, модель смотрит к нам, то есть на нас, и это уже был бы нормальный снимок, само по себе, я не уверен, что вы сидели, искали какие-то наброски, скетчи, чтобы, ну, давай-ка я сейчас фотографирую с наушниками, дай посмотрим, то есть, ну, это странно. Поэтому моя задача, вам задача, задача, моя рекомендация переснять вот этот снимок, это не пойдет, это слишком просто, это фото туриста. Снимите нормально, чтобы это был вот действительно хороший, какой-то красивый портрет, чтобы это ваша дочка, я не знаю кто, чтобы она смотрела на нас, потому что в данном случае здесь наушники, они вообще ни к чему. Не снимаете, лишь бы по факту снимать. Вот, и еще один важный момент, здесь баланс белого уходит в синий, здесь вы этот момент не проконтролировали. Вот, чуть-чуть, я просто прибавил, учитывая, что это даже джипег, то есть вот, даже волосы у него стали золотистыми, и наушники не такие бледно-розово-холодные, противные какие-то наушники, то есть вы не подумайте, я сейчас из-за того, что мне розовый цвет, какой-то там, мне нравится, нет, просто одно к другому не подходит, переснимите, при этом, нет, даже не при этом, переснимайте. Следующий наш участник камера 80D, объектив Sigma 1750, значит, снято было на 2.8, одна на 160 выдержка и со 100. Давайте глядеть. Так, первое, что мне не нравится, давайте-ка я просто посмотрю, ну да, все то же самое, что и. Итак, во-первых, у вас тут пересветы, то есть вот же, видно, и эти пересветы прям уже кричат, вот, особенно вот этот, вот, уже вообще деталей здесь нет, вот, как же так? То есть, так не должно быть, то есть, вот идет, вон идет, но вот это, это вообще кричит, вот здесь вот, я даже вижу, что вы пытались убрать эту яркость, потом, зачем, вот, снимать так, что сзади виден фон, а потом его убирать, зачем? Если можно, сразу сфотографировать, ничего не убирая. Вот непонятно. вот куда смотрит модель, вот у меня такое ощущение, что модель смотрит не на яблоко, а куда-то смотрит за, то есть туда, то есть куда-то, ну, точно не на яблоко, вот я вот смотрю и вижу, то есть вот он держит яблоко, а смотрит куда-то вбок, он о чем-то думает, он что-то замышляет, что непонятен снимок вообще. Помимо, я даже сейчас не говорю про то, что яблоко не в фокусе, все дела, хотя яблоко это передний план, рука смотрится как-то, не знаю, вот вытащенная, непонятно. То есть я даже сейчас про это не говорю, меня вот сейчас расстраивает сам факт того, то что здесь у нас пересвет и то, что вы вырезали фон, точнее, затемняли, переснимите эту серию, снимите ее красиво и не обязательно снимать на диафрагме 2.8. Не обязательно. Призакройте диафрагму. Вы же что, здесь пытаетесь что-то размыть? Вы преднамеренно хотите руку размыть или что? Поэтому пересдача однозначно. Такое не принимается. Следующий наш участник, значит, Canon 750D, объектив 85-1.8, диафрагма 4, выдержка 1.400, ISO 100. Так, что мне не нрав в этом снимке? Во-первых, если сдалека смотреть, я вижу, что вы искусственно его, как это, ну, затемнели. Видно немножко. Во-вторых, мне не нравится то, что он какой-то темный. А в-третьих, вот я это сейчас вижу, то есть вот, это что? Это вы не доработали, что ли? То есть вот оно идет, какой-то маской вы не доработали. Так, слои пооткрывайте, посмотрите. Немножко не хватает света на этом мужчине. Чуть-чуть, чтобы он как-то выделялся. То есть вот разница. Чуть-чуть нужно было сделать его поярче, равносильно, как и вот этот агрегат. Ведь он же с ним на переднем плане же должен быть, чем на сзади. То есть вот так вот мы это должны проработать. Этот снимок переработайте. И я видел, там еще у вас что-то было. Касательно, кстати, фокуса. Вот я тоже, сейчас обратим внимание, а где фокус? А фокус у нас где? Фокус на ушах. Вот вам фокус, фокус, вот же он. То есть вот. А здесь у нас такое ощущение, что вот фокуса нету. Вот печаль, беда. Когда фотографируем, нужно было целиться на этот глаз. Вот. Ну и, соответственно, когда вы сортировали, вы же тоже должны были обратить на это внимание. Поэтому не пойдет. Видимо, вы на этот глаз прицелились, и поэтому в фокусе у нас вот это, вот здесь, а учитывая, что лицо развернуто, этот глаз чуть впереди, он как будто бы раз в фокусе. То есть вот. И здесь зрачок тоже немножко раз в фокусе. Посортируйте еще и проработайте снимок правильно. И когда фотографируете, немножко ракурсы ищите. Может быть, вот даже сейчас я вот тоже смотрю, мне вот не нравится немножко этот воздух опять над головой. И то опять, видите, я каждый раз говорю, мне не нравится, чуть-чуть убираю, потом чуть-чуть обратно его ставлю. Может быть, этот снимок само по себе, опять-таки, я не знаю, он вам позировал или нет, но вот так вот лучше. То есть, обратите внимание, вот с этой стороны. То есть, если здесь мы застреваем на его взгляде, нас не пускает вот сюда, нас сюда не пускает, вот это стоп получается. Видим, да? То есть, мы застряли, получается, только здесь. Вот, только здесь. И получается, вот это мертвое. Если я сейчас его разверну, то само по себе получается как будто бы, как будто бы, сейчас, то есть, вот. Но при этом опять у нас есть хоть какая-то помеха перед его лицом. Это то же самое я показывал на примере кустов в прошлом обзоре, где вы же позировали. Вот. И вот это, конечно, немножко лишнее. Но с другой стороны, опять-таки, у нас есть, откуда он смотрит, и по сути, вот вам. Тоже идет. Но вот так лучше с такой компоновкой, чем вот с такой. Потому что вот здесь мы застряли, и дальше не идем. А вот здесь вот мы хоть как-то перешагнули, посмотрели на вот эту вот, как она называется, я не знаю, и теперь смотрим на него. Вот так снимок получше будет. Следующий наш участник опять камера Canon 80D, значит, объектив 85-1.8, диафрагма 5, выдержка 1.100, ISO 100. Такс. Угу. В целом, как бы, как будто бы окей, в целом, нормально. Конечно, знаете, что немножко не нравится? Вы, вопрос, вы вот здесь закрасили блик, который был, или нет? Такое ощущение, что вот он там как будто бы, как будто бы должен быть, но его почему-то там нет. Так все классно, знаете, что не нравится? Мне не нравится и вот эта вот неправильность головы. Сейчас объясню. Мне не хватает прически вот здесь. Вот так. Вот примерно. И то, и то. Ну, в очень-очень таком быстром режиме. Вот. Вот теперь хорошо. получше. Что до этого было? До этого было какое-то непонятное какая-то дыра, которая выглядела, то есть, ну вот смотрите, идет, 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 то есть вот, 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 а тут как-то вот так вот, потом вот так вот и как-то непонятно. Что я сделал? Я всего лишь вот эту часть вот так вот подровнял. То есть вот. И у нее получилась голова нормальной формы. То есть если она, допустим, вот голова вот так же идет, а видите, у вас вот. И, соответственно, я всего лишь бум, вот, под голову. И стало норм. В целом снимок нормальный, но знаете, что меня теперь смущает? Я вот сейчас это увидел. Вот это что за писюлина торчит? Вот это вот. Это что за аппендикс такой? Откуда он? И зачем он тут нужен? Моя рекомендация уберите этот аппендикс, чтобы его тут не было. Потому что уже за какая-то торчит штука. Без вот этой штуки будет сто раз лучше. Я сейчас не буду ретушировать. Просто закрою это пятно. Вот просто представьте, что там этого нет. И это гораздо будет лучше. То есть вот. Без вот этой писюлины. А тут она торчит непонятно зачем она тут. Поэтому значит, вот это исправляете. И вот это исправляете. Я сейчас говорю про волосы. И скидываем в группу. Следующий участник опять. Камера Canon 80D, диафрагма 8. Значит, выдержка 1.160, ISO 100. Давайте посмотрим. Так. В целом, прикольно. Нормально. Единственное, что я бы немножко здесь поработал бы в пластике. Вот просто совсем-совсем чуть-чуть. Что бы я здесь сделал? Во-первых, немножко вот так вот плечо либо так бы сгладил, либо я бы его немножко приподнял бы. Но однозначно я бы что-нибудь с этим плечом бы поделал. Потому что чтобы оно как-то нет. Не пойдет. Не пойдет, не пойдет. То есть опять, здесь нужно сидеть, анализировать, попробовать, посмотреть. И я уверен, что вы к чему-то придете. Потом, что бы я здесь поднял бы еще? Немножко поднял бы волосам. Дал бы немножко объем. Потому что волосы немножко здесь выглядят как будто бы жиденько. Чуть-чуть. И лоб бы чуть-чуть бы прикрыл. Капельку. Вот так вот. Капельку. Вот здесь надо поработать касательно плеча. Нужно смотреть. Я сейчас точно не смогу прямо с первого раза это сделать. Это нужно туда-сюда покрутить. Но явно что-то нужно сделать плечом. Либо его вот так вот как-то приспустить. Вот. Обязательно нужно посидеть плечом поработать. Вот. Ну и волосы. Вот так вот. Нажмем ОК. И вот давайте посмотрим. Обратите внимание, насколько стало сейчас только если смотреть на прическу. То есть вот. Насколько стало лучше. Одна прическа насколько улучшает фотографию. Поэтому рекомендация. Вот прям возьмите вот это все подправьте. Касательно самого оттенка. Да в целом знаете я вам так скажу мне нравится то что здесь все такое теплое и я даже не хочу говорить что здесь какой-то неправильный баланс белого и так далее. Даже если я уберу вот этот вот желтизну ну не знаю как-то нет мне нравится здесь вот эта подача мне здесь она нравится вот может быть я бы немножко и то не факт абсолютно не факт я бы чуть-чуть может быть как-то просто экспериментирую не факт что это будет норм ну может где-то так может то каплю и то эта капля особо так не играет роли учитывая что вы еще смотрите в youtube он еще цвет немножко изменит поэтому вы даже не заметите что я тут короче говоря сделал все нравится все хорошо единственное что решите проблему сейчас с плечом если у вас есть другой снимок касательно позиции плеча скидывайте в группу не стесняйтесь нужно как-то это здесь проработать вот ну и прическу я думаю запушапить или как это называется поднять выше самое-самое то по ретуши а кстати а почему не убрали прыщики то или вы решили сразу вот так вот снимаем чисто ничего не поправим нет вот эти-то легкие вещи то надо убрать же то есть вот это вот вот это вот волосню то есть вот это обязательно уберите вот легкое вот это покраснение то есть вот это все нужно почистить вот здесь вот на руках что-то в общем снимок доведите до ума и обязательно мне его скиньте следующий студент камера 5D Mark IV у нас ISO 160 зачем-то диафрагма 5.6 очень-очень странно и так что я вижу а я вижу что я сейчас буду ругаться вот прям действительно буду ругаться почему потому что что это за мыло вот это что такое это стыд и позор так не должно быть и мыло и шум и пересвет это как это так и что у нас по схеме освещения нафига столько источников освещения то есть даже я сейчас не про источники освещения уже меня даже это не волнует то есть касательно вот этих источников что это такое я даже сейчас про это молчу меня сейчас больше всего волнует это вот это что это за грязь ай-яй-яй-яй так не должно быть переработайте этот снимок и не ретушируйте так если вы изначально плохо сняли то почему во время съемки вы ну не постарались снять по-другому то есть я даже не могу сейчас мысли свою выразить то есть фон вроде бы вы не выбеливали вон у вас что-то на матрице или не знаю на объективе вот у вас что-то есть то есть фон грязный либо вы выбеливали вот это вот что за пятна вот это ну да возможно это тень короче говоря такие снимки я не принимаю сдалека кажется вроде бы все хорошо но когда приближаешь это же ужас так не должно быть срочно переделывайте ваши снимки такой не пойдет вообще ни в какую следующий наш участник значит опять камера 80D знаете у нас секта мы назовемся наверное скоро 80D объектив сигма 1750 или 1750 назовемся значит диафрагма 6.3 выдержка 1.250 и со 100 итак вопрос нужно ли было располагать модель так или лучше было поставить модель вот так ведь здесь когда мы смотрим получается на модель что у нас получается мы врезаемся вот в эти волосы сквозь них идем 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 то есть нет никаких даже к ней направляющих линий и только приходим вот сюда и вопрос для чего вот здесь торчат вот эти ресницы нафига они здесь нужны показать что здесь есть ресницы а не проще ли было тогда еще более модель развернуть чтобы не было этих ресниц вот зачем эти ресницы нужны либо нужно показать глаз что там тоже есть либо как-то не знаю но если они такие длинные торчат но их проще тогда лучше убрать потому что снимок получается у нас прям в профиль теперь вот я сейчас снимок развернул отражу и ведь вот так вот на реки похоже ведь вот так нам же ничего не мешает вот так встретиться с моделью взглядом смотреть на ее профиль понимать что здесь волосы но даже визуально мы все равно то есть зритель суда не идет уже все то есть он акцентировался на глазах и все то есть глазки пошел вниз но и вот так вот лично моя рекомендация лучше горизонтально развернуть этот снимок а лучше всего сразу снимать так вот и насколько здесь нужен цвет конечно я не знаю сейчас просто посмотрим на это снимок в чб в чб снимок я думаю даже как-то посимпатичнее что ли будет при этом если опять-таки не авто нажимать как-то подправить регулировать но это надо посидеть поделать вот и я думаю чбшки он получше чем вот так вот потому что вы здесь вот все каким-то одним цветом что губы как будто бы одним цветом что кожа одним цветом то есть такое какое-то тонирование и кожа она имеет какой-то кирпичный цвет как и волосы то есть что кожа что волосы что губы ну как-то слишком что какого оттенок и майки вот образующего не вижу мятость на майке вот здесь вот то есть вот она я уверен в чб было бы лучше и если бы мы развернули соответственно вот эта часть а еще больше было бы в тени ну либо так но опять здесь еще раз вот этот спорный момент касательно то что зритель через вот эту тернии вот эти все проходят или как они там называется то поэтому нужно посмотреть и ну я уверен есть разные варианты не стесняйтесь кидайте в группу следующий наш участник камера 6d объектив 85 18 диафрагма защит 5 из 6 выдержка 1025 iso 100 и так понятное дело я знаю чей это снимок и соответственно я иду сразу смотреть на ошибки которые я здесь предвижу как ванга их увидеть уважаемый студент но сколько можно одно и тоже объяснять но почему сразу нельзя сфотографировать на черном фоне чтобы ничего потом не рисовать ничего не делать но для финна фига вот вот это вот вот что это каждый разбор у нас одни и те же ошибки я наверное в виду систему штрафов если мне сдают работы с одними и теми же ошибками каждый раз день от дня то есть ну сколько можно одно и тоже объяснять а уважаемый студент сколько можно то есть до портрет прикольный получился ну блин почему нельзя сразу чисто снять почему нужно вот эти все делать вот эти вещи зачем нужны эти все манипуляции второй момент вот сейчас я увеличу его но вот здесь хотя нет не хотя вот опять все тоже самое что-то года идут а ничего не меняется вот как так то есть вот вот это что опять таки я этот снимок перед тем как комментировать я его не открывал я просто знаю чей-то снимок и я сразу знаю какие там искать ошибки то есть вот вот это все видно но здесь нету того самого мыла и перешарпа который был раньше во всех снимках вот он раньше просто это было это была беда сейчас этого нет но вот это что такое это не пойдет равносильно как и вот это поэтому моя рекомендация переработай пожалуйста этот снимок чтобы он был чистый мне нужно чтобы был чистый снимок и будет здорово если поднять яркость в бликах глазах это я сейчас я очень агрессивно поменьше я сделаю то есть вот даже уже как-то помогну как по маньяч не смотрится вот уже так что жду чтобы переделал но чтобы это снимок переделали не нужно делать лишь бы делать снимок сам по себе модель классный образ классный ну блин а ляпы вот эти следующий наш снимок камера 80d объектив 85 18 диафрагма 8 выдержка 1 200 так значит вот у нас тот самый случай когда балуются шумами но зачем вы балуетесь шумами плюс вы же их неправильно сделали вы сейчас добавили шум но вы и даже не нажали на галочку чтобы он был у вас черно-белый монохромный чтобы но вас не стал у вас да здесь вы по галочку добавили но он цветной это же видно нафига добавляете такой шум не пойдет такое что такое теперь почему даже нет я по-другому скажу вот даже вот эти легкие легкие пересветики они здесь смотрятся учитывая вот это вот тональность этой фотографии схема она смотрится даже нормально в целом как будто бы окей но я бы немножко бы снизил мне сейчас не нравится то что вот здесь плоско вот вот это вот плоскотня вот эти вот волосы они очень плоский если сейчас так посмотреть это похоже вот давайте атаку сейчас делаю похоже на кого-то как этот доширак то есть вот лапша вот прям вот лапшу сюда поставить и все объема немножко не хватает затемнили ну вот затемнили слишком светло теперь ну не знаю так выглядит как будто бы шею и выворачивают у нее само по себе лицо выглядит как будто бы это лицо как будто бы я не знаю вытягивает хочется прямо вот взять и лицо сделать вот вот так вот обратно вот вот давайте посмотрим вот сейчас лицо лучше стал вы здесь как будто ее кто-то вот так вот тянет то есть в эту сторону вот здесь вот как будто кто-то потянул а вот здесь норм ой где вот вот здесь норм то есть вот идет хоть как-то вот идет а здесь получается что какая-то вытянутая слишком туда куда-то вот так вот уходит что непонятно ухо где вот здесь где-нибудь поэтому здесь я не знаю либо вы что-то делали но вот так получше мне здесь не хватает плечей вот просто катастрофически не хватает ключей модель сама по себе классная классная моделька я бы самая тоже поснимал бы вот но опять таки вы ее снимаете и давайте будем сделаем так что она у нас получится очень классный мне не хватает плечей я понимаю возможно у вас есть снимки с плечами но скиньте хорошо мы все посмотрим но если нет таких снимков еще раз пойдите и еще раз ее поснимайте с этой же схемой вот и не забудьте про такую штуку вот видите здесь линии то есть складки да это естественные вещи которые да они сами по себе но где-то их нужно убирать потому что они смотрятся некрасиво не как жабры смотрится где это нормально где-то нет то есть будьте к этому готовы если вы сделаете это либо вы это чем-то закрываете либо вы не так сильно разворачиваете либо вы готовы ретушировать чтобы этого не было видно поэтому рекомендации переделать этот снимок и обратить еще раз внимание на вот то что я сейчас сделал то есть вот и не обрезайте пожалуйста плечи плечи здесь нужны следующий значит снимок камера 40d объектив сигма 1750 диафрагма 32 водишка 1250 и так я смотрю вы это взяли в какую-то традицию то есть этот студент сдает мне в домашках вас а вы мне в работах его это как так во первых когда даже но окей хорошо нет модели у вас вот вы его тоже сфотографировали но не просто встань я тебя сфотку и мне нужно участвовать конкурсе вы же не домашку делаете уже как-то художественно что-то фотографировать опять что за вот это вот сзади вот грязный фон что у него с причёской это что вот это а я знаю что это это не прическа это вы ему вытянули фон потому что его там видимо не хватало и вы его вот так вот вытянули потому что скорее всего вы обрезали а уже так вот подтянули но это же грязь все видно вы же знаете мой характер и знаете, как я проверяю работы. Я же сразу это все дело замечу. Вот. И теперь, еще важный момент. Снимок у вас в недосвете. Он темный. Нужно светлее. Если бы, еще раз говорю, вы бы мне сдавали домашку, я бы сказал, чуть-чуть еще выше свет поднимите. Но, учитывая, учитывая, что вы сейчас мне это не как домашку сдаете, творчески снимаете, снимите нормально, проработайте образ. Так не пойдет. Это слишком просто. Это фото туриста, который не до свет еще вот с этой грязью. Так не пойдет. Не надо халтурить. Снимайте нормально и переделывайте. Следующий наш участник камера 7D Mark II. Объектив Sigma 1750, диафрагма 4, выдержка 1,250 и фокусное расстояние 40 мм. Вопрос. Почему 40 мм? Почему не 50? Вы же помните про такую вещь, как дисторсии? То есть, про искажения. Вы хотели побольше надуть лицо модели или что? Вот вопрос. Теперь, первое, что мне сейчас бросается в глаза. Да, я понимаю, вы фотографировали это с естественным освещением. Вы хотели, чтобы вот эти были тени у вас. Но все равно, как ни крути, есть такая штука, когда смотришь на какие-то тени или еще, что все время выгадываются какие-то там силуэты и так далее. Вот, допустим, я здесь сразу вижу вот эти вот светлые пятна. Вот, что это за пятна? Зачем они тут? Это что, чья-то мордочка? А это хвост? То есть, вот, если включить сейчас воображение, то можно, может, что увидеть. Это бильярдный шар? Куда засунуть пальцы? Непонятно. Равносильно, допустим, вот здесь. Вот, если тоже присмотреться, вообще, вот глаз, а вот это какая-то пасть. То есть, похоже на крокодила. То есть, вот. Видим, да? И, соответственно, вот сюда тоже нарисую еще один будет крокодил. Вот, поэтому вот эти моменты нужно тоже замечать. И теперь другой момент. Насколько оправдано и насколько было вам нужно, чтобы вот на волос вот столько попадало волос? Ведь, я уверен, снимок был бы получше, если бы вообще не было бы волоса. Точнее, глаза волоса. Если бы вообще бы не было, вот, да, локоны здесь вот эти вот идут, и только один глаз. Да, супер, классно. То есть, вот, глаза не видно. И смотрится прикольно. Но сейчас это смотрится грязно. Либо нужно было снять, чтобы волос не попадал на сам глаз. Уже комментарий сегодня такой был. То есть, вот так, обходя глаз. То есть, вот одна такая вот, получается, прядь. И даже сейчас, вот если визуально представить, что здесь глаз, это смотрится лучше, чем, допустим, вот так. Поэтому, когда в дальнейшем фотографируете, учитывайте вот эти моменты. Равносильно, как мы, как я вначале сказал про искажения, то есть, модель пухлее становится. Потом вот эти штучки, которые не нужны, похожи на что-то. Ну и плюс касательно глаза. Либо не, как это, не трогает глаз, либо на самом глазу, но его закрывает. И вот так вот будет лучше. И касательно тех же самых, тот же самый комментарий, не спешите выкладывать работы, отдавать моделям. Потому что, когда вы, допустим, вот вы переделаете вот это, либо найдете другой снимок, и получится, что у вас будет снимок лучше, но изначально уже был загружен снимок хуже. И, соответственно, опять-таки, первое впечатление второй раз не произвести. Никогда не торопитесь. Сначала до конца проделайте, проработайте все ошибки, а только после этого выкладывайте свои работы. Ну что ж, друзья, я прокомментировал все работы, которые вы мне скинули. На этот раз у нас их было 42 штуки. Конечно, это немало, но при этом я хочу сказать то, что здесь не все студенты скинули мне свои работы, что очень-очень плохо. Значит, кому я сказал переснять, переделать и так далее, обязательно это делаем. Не забывайте, что цель игры, она заключается в том, чтобы вы росли. Они скидывали мне работы с одними и теми же ошибками, и я, как попугай, одно и то же вам повторяю. Это касается всех. Любая съемка, к которой вы идете, вы должны к ней подготовиться. Не снимайте, лишь бы, чтобы сфотографировать, чтобы вас не вытрули из группы. Это толку от этого нет. Я это все вижу. Поэтому переделываем, и, соответственно, ну, опять-таки, не забываем лайк, подписка, колокольчик и все дела. Совсем скоро дам новое вам задание. Всем хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова